Была тревога в администрации, они позвонили, говорят... Я просто уточняю. Николаевич, вы так меня пытаете, как гестапо. Я пытаю? Да, как гестапо. Вы понимаете, это он... Как кто? Я сам. Подождите, подождите. Как вы меня назвали? Я вас назвал так, как я вас назвал. Как гестапо? Да, да. Пытайте, пытайте, пытайте. Я вам... Да он всех жителей оскорбил. После этого он еще полчаса оправдывался и потом уезжал. И, по-моему, он провалился. Ты повержен. Сопротивление бесполезно. Какие будут предложения, товарищи? Слушаем вас внимательно, товарищ Кац. Кац предлагает... Кац предлагает сдаться. Сдаться. Тебе не уйти. Он многое сказал. У вас вопросы к Люку. Люк, ты еще не понял своей значимости. Люку, что происходит? Ты только начал познавать свою власть. Откуда этот Люк родился? Я вам отвечаю, что... Люк, я твой отец. Так, что ли? Ну, наверное, так он написал. Люк. У меня нет вопросов к Люку. У меня есть вопросы к тому, в чьей зоне обслуживания и на чем балансе находится этот Люк. Люк. И наведем порядок в галактике. Это невозможно! Потому что этот Люк в ненадлежащем состоянии... Люка не было, да, на этом месте? Он был, его не было. Этот коллектор возведен неизвестно кем, неизвестно когда. У меня данных нет. Его ни разу никто не откопал. Этот коллектор возвели методом подкопа из-под земли. Я не могу ответить на этот вопрос. И мы на глаз определили, что это зрительные тряпки. Мы сказались по тряпкам из канализации. И не голосно, да. Как он сказал? Лунно-бутство? Лунно-трусство. Понимаете, что... Вы с ним с Луны или с Земной? Да, лунно-трусство. Он находится в критически ужасном состоянии. 9 лет этот колодец там зарык. Никто о нем ничего не знал. Все это мелочи жизни. Но и химические угрозы. Нельзя же флорки обрабатывать? Да, конечно! Я хочу бороться, чтобы этот хостис оттуда убрали. Конечно. Вы посмотрите на это здание. Устроили бардель посреди двора. Как сказал гражданка Камарова? Все в доле. Бессовестные крошки. Вопрос, и я ушел в сторону. Вопрос, и я не знаю. Это конкретный ответ. Я не знаю, куда, в какую сторону я ушел. Если вы сейчас не уйдете, я вам смогу ускорить. Благодарствую, вы свободны. Всего хорошего. Все? Я ответил на все вопросы? Нет. Народ этот... Он судит. Рассудит. Извещение о угрозе жизни и здоровью жильцов города Сургут. Коротко. И полное заполнение колодца высотой более 4 метров горводоканал устранял дважды. Но песок площадью как минимум 80 квадратных метров, по нашему мнению, никто не дезинфицировал. Более того, зафиксированы факты проседания и подмыва как самого коллектора, так и проседания грунта в радиусе 4 метров, в том числе забора и фундамента здания. Это может угрожать провалом грунта на большой площади и на большую глубину. Дети продолжают гулять на неогороженной площадке и активно ее используют. Это все прямые угрозы жизни и здоровью не только детей, но и всех жителей города Сургут. Предыдущие события. В нашем дворе по адресу проспекта Самойский, дом 21, дробь 2, расположено одноэтажное здание, которое было возведено в далеком 1985 году как временное нежилое бытовое помещение для строителей, которые строили окружающие многоэтажные жилые дома. Потом в этом здании находилась станция юных техников, потом здание простаивало, потом там были парикмахерская и какая-то гостиница, потом здание снова простаивало. В соответствии с ответом ГЖИ Сургута, это нежилое здание и принадлежит муниципальному образованию городского округа города Сургут. Со слов заместителя директора, оно заботливое сердце, Стуцкая Светлана, они туда заехали в августе 2021 года. Предположительно без договора аренды. 13 августа 2021 года в прокуратуру города Сургут было направлено заявление о угрозе жизни и здоровью жителей и детей города Сургут. Приложение номер один с крыши здания ветром срывало профлисты длиной до трех метров и один из них упал в непосредственной близости от детской площадки. Подробнее видео приложение номер два и номер три. Официально здание сдали в аренду лишь через год 3 августа 2022 года. Автономный некоммерческой организации Центр социального и медицинского обслуживания населения «Заботливое сердце» под руководством директора Мельник Денис и заместителя директора Стуцкая Светлана по договору безвозмездного пользования муниципальным имуществом номер 15-22 3 августа 2022 года. В октябре 2022 года жильцам нашего дома стало известно, что в здании заселились пациенты и в здании ведется активное оказание непонятных услуг по оказанию ухода и помощи пожилым и престарелым людям. Также нам стало известно о том, что из здания, расположенного вплотную рядом с детской площадкой, сбегают пациенты, возможно, под препаратами. Со слов жильцов, здание давно насквозь пропитано черным грибком, повышенная влажность и все окна плачут. Некоторые особые пациенты находятся в особых палатах с решетками на окнах, за железной дверью, закрытой снаружи на засов. В здании была дважды замечена упаковка атропина сульфата, это сильно действующий яд. Одной санитарке пациент сломал палец. Из здания иногда вывозят трупы умерших пациентов. Мы не хотим, чтобы наши дети, играя на детской площадке, видели, как вывозят трупы и как вылавливают сбежавших пациентов, возможно, под препаратами. Подробности в видео, приложение номер 4 и 5. Как выяснилось, у данной организации не было и до сих пор нет ни одной лицензии. Выписки игрюл, приложение номер 6, отсутствуют сведения о лицензиях и о учредителях. На сайте Росздравнадзора у данной организации отсутствуют лицензии. Хотя раньше, когда они назывались «Золотое сердце», у них были лицензии на медицинскую деятельность и, наоборот, психотропных и наркотических средств. Приложение номер 7. В ноябре 2022 года жильцами окружающих пяти домов было собрано 118 росписей, в том числе одна роспись члена Совета Дома и отправлена на извещение во все надзорные и контролирующие инстанции и всем депутатам Городской Думы. Ответы всех депутатов написаны как под копирку в приложении номер 13. С требованием провести проверку множества нарушений и признать здание аварийным, снести его и провести рекультивацию почвы и возвести на этом месте сквер с озеленением. Приложение номер 8. А также 17 ноября 2022 года в Генеральную прокуратуру индификатор такой-то и в МВД России индификатор такой-то было направлено сообщение о преступлении по факту использования в здании без лицензии упаковки сильнодействующего яда атропина сульфата и ненадлежащего его хранения с признаками состава преступлений, предусмотренных статьями 234 УК РФ. Это незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. И статья 293 УК РФ это халатность. А также другие. Приложение номер 9. Ни уведомления о регистрации в книге КОСП, ни уведомления о перенаправлении, ни ответа, ни постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, ни постановления о возбуждении уголовного дела до сих пор в адрес заявителя не поступало, как будто ничего не отправлял. Нарушений почти нет или полный игнор интересов жильцов и народа. Все надзорные и контролирующие организации за два месяца проверок выявили лишь малозначительные нарушения и признали здание пригодным для размещения организаций медицинского служебного населения. Росздравнадзор не стал проверять наличие своих же лицензий для соответствующей деятельности и перенаправил извещение в Роспотребнадзор. Налоговая служба выявила у ОНО заботливое сердце множество 14 штук нарушений по непредоставлению налоговых деклараций и расчета налога на доходы физических лиц. Извещение перенаправили в Минюст, от Минюста ответа до сих пор нет. МЧС вообще ни одного нарушения не выявило. Роспотребнадзор проверку провел совместно с прокуратурой города, но результатами проверки они не располагают. Жалоб со стороны пациентов и их родственников не поступало. Росздравнадзор признал, что нет ни одной лицензии и направил в МВД ХМАО. А то МВД ХМАО по этому факту до сих пор нет ни уведомлений, ни ответа, ни постановлений. Управление капитального строительства и администрация города не выявили критических нарушений конструктивных элементов здания в ходе визуального осмотра. Посмотрели и определили. Прокуратура города Стругудзе заявила, что ОНО заботливое сердце не осуществляет медицинскую деятельность, что не соответствует словам заместителя директора Стоцкой Светланы и информации с официального сайта ОНО заботливое сердце. Цитирую. Систематические медицинские осмотры. В стоимость входит проведение всех медицинских и лечебных мероприятий, обеспечиваем надлежащий медицинский и бытовой уход. Напомню, что в здании обнаружена упаковка сильнодействующего яда атропина сульфат. В прокуратуре города Сургут выявлены следующие нарушения. Нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Территория земельного участка не оборудована площадкой с твердым покрытием и устройством ограждения для установки мусоросборников. Захламлена территория. При обследовании здания установлено, что в жилых комнатах организовано проживание по 5 человек при норме 3. Покрытие пола и стен помещений буфетные имеют дефект и повреждения. Следы протеканий, количество туалетных комнат также не соответствует требованиям. Зона душевой не оборудована душевой установкой и в закрытой кабине. Вентиляционная система в здании не функционирует. В женской палате фрамуги для проветривания не открываются. Соответственно, не проветриваются. Помещения, буфетные коридоры, зоны размещения стиральной и сушильной машин, не оборудованные на высоту не ниже 1,8 метра, материалами устойчивыми к влажной обработке и с использованием моющих и дезинфицирующих средств. В имеющемся наборе помещений невозможно обеспечить последовательность и поточность технологических процессов для приготовления пищи. Более того, директор ОНО «Заботливое сердце» Мельник Денис пытался привлечь к уголовной ответственности Булгакова Антона Николаевича. По признакам состава преступления по статье 128.1 УК РФ «Клевета». МВД России по городу Сургут вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовных дел по статьям 128.1 УК РФ «Клевета» в отношении Булгакова Антона Николаевича. По статье 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» в отношении почему-то заместителя директора Стоцкой Светланы отказали, хотя директор Мельник. И по статье 306 УК РФ «Заведомо ложный донос в отношении директора Мельник Денис». То есть и клеветы нет, и ложного доноса нет, и заместитель директора предприятия не занимается незаконным предпринимательством. Про директор ни слова. В итоге здание оценено как работоспособное. Оснований для признания здания аварийным нет. Со всеми 25 ответами надзорных инстанций можете ознакомиться по ссылке приложения номер 10. И вот по прошествии 9 месяцев новые угрозы жизни и здоровью. 7 июля 2023 года со слов жителей из-под песка посередине детской площадки появилась мутная жидкость и образовалась лужа с типичным запахом канализации. 11 июля было еще два разлива. На площади примерно 15 квадратных метров вода то поднималась, то уходила обратно в песок. В этот же день в 23 часа были оповещены службы города о происшествии по телефону 102, МЧС, Роспотребнадзор, аварийная служба ОООК ДСВЖР и другие. Была вызвана полиция для составления протокола осмотра места происшествия, но за 2,5 часа никто не перезвонил. Приходил лишь какой-то мужчина в спецовке в тапках на босу ногу, потоптался в мокром песке, сказал, что это не мое, ушел и больше не вернулся. Позже выяснилось, что это была аварийная служба ОООК ДСВЖР. На следующий день утром в 9.30 песок раскопали сотрудники ОООК ДСВЖР и обнаружили влажный канализационный люк. Через 3 часа произошел четвертый разлив. Через час приехала машина Горводоканала и при них случился пятый разлив с переполнением воронки. Открыв люк, был обнаружен переполненный коллектор с плавающими на поверхности текстильными изделиями и остатками каких-то пищевых и бытовых отходов. Сотрудники Горводоканала заявили, что стоки в коллектор поступают только из хосписа. Было изъято примерно 30 литров текстильных изделий для устранения засора. Со слов работников Горводоканала, на дне осталось примерно полметра текстильных изделий. Коллектор закрыли и оставили не огороженным. Через 2 дня в 14.05 представитель администрации заявил, что произведена дезинфекция без подписи актов жильцами. Далее была проведена повторная дезинфекция, якобы уже безопасные площадки, именно с целью получить акты с подписями жильцов. Далее представитель администрации заявил, что у вас там чистый песок и детская площадка безопасна для детей и для посещения. Но через 5 часов в 19.00 произошел 6 разлив. Жидкость уже стала более прозрачной, но запах был устойчивый к канализационной. Через 30 минут приехала аварийная бригада Горводоканала. В этот раз уже все в касках, в подшлемниках, уже не в кроссовках, а в спецобуви и в полных комплектах спецодежды. Устранили засоры и изъяли примерно 5 литров текстильных изделий для устранения засора. Из коллектора была изъята металлическая лестница высотой 2 метра. Коллектор закрыли и опять оставили не огороженным. В последующие дни несколько раз приезжали несколько промывочных и аварийных машин Горводоканала. Проводили какие-то промывочные работы и оставили после себя еще несколько разливов. Угроза детской и общегородской эпидемии. Напомню, что недавно, 27 июня 2023 года, впервые в истории России, была зафиксирована вспышка диареи в УМВД России по городу Сургут. Пострадало более десятка полицейских. Данную информацию подтвердили в администрации города Сургут. Со слов работников Горводоканала, жидкость из коллектора имела медицинский запах, нетипичный для канализации. После проведения двойной, предположительно тройной дезинфекции на детской площадке и на разливах на асфальте в течение недели, были замечены более 40 воробьев и голубей, активно клюющих что-то в зоне пораженного разливами песка, площадью более 80 квадратных метров, и на асфальте. Предположительно, они клевали остатки пищевых отходов в перемешку с фекалиями и другими бытовыми отходами. Для справки, выписка из статьи Роспотребнадзора. Голуби являются переносчиками почти 90 возбудителей разных болезней. Из них около 10 зоонозов. Это заболевания, передающиеся человеку, такие как сальмониллез, токсоплазмоз, орнитоз, тулеремия, псевдотуберкулез, компилобактериоз, пситокоз, туберкулез, иерсиниоз, листериоз, псевдомоноз, птичий грипп и другие. Эти болезни могут грозить летальным исходом. Согласно статистике, от орнитоза умирает 1% заболевших, а от птичьего гриппа 3,5%. Более того, в ходе прочистки коллектора были совершены еще как минимум 3 разлива нечистот из коллектора на проезжую часть и на тротуар возле первого подъезда жилого дома 21. Разливы также активно использовались воробьями и голубями. Они пили воду и из разливов что-то там клевали и чистили перья. После высыхания один из разливов стал белым. Предположительно, это какие-то химикаты, которые Горводоканал использовал для промывки коллектора. Площадь разливов на песке детской площадки составила 80 квадратных метров и 30 метров на асфальте возле дома 21. Всего примерно 110 квадратных метров при домовой территории жилого многоквартирного дома 21. Экспертизу пораженного песка жидкостью из коллектора и изъятых из коллектора 35 литров из текстильных изделий на предмет наличия в них медицинских препаратов или медицинских отходов или наличия инфекционных заболеваний или возбудителей разных болезней или зоонозов заболеваний, предающихся человеку, насколько нам известно, никто не проводил. Более того, земельный участок здания огорожен забором, который имеет дверь и ворота, который никогда не закрывается, а также есть большая дырка в заборе. Все это обеспечивает свободный доступ всем, в том числе и детям, на территорию здания медицинского обслуживания. На территории в свободном доступе расположены мусорная свалка, множество строительных материалов и контейнер для мусора, который, возможно, используется для утилизации медицинских отходов. Угроза провала грунта. В двух метрах от люка находятся детские качели и детский домик. Со слов работников горводоканала, колодец снизу имеет изгиб в сторону слива, в сторону первого подъезда многоквартирного жилого девятиэтажного здания, проспект Комсомольский, 21. В результате двух очисток коллектора было извлечено и вывезено более 35 литров текстильных изделий, которые и создавали подпор, засор и переполнение цилиндра коллектора высотой более 4 метров и диаметром примерно 70 см. После двух очисток на дне коллектора осталось примерно более 400 литров текстильных изделий, которые могут вызвать новые подпоры, засоры, переполнение коллектора и разлив нечистот на детскую площадку. Подробности и все расчеты в видео приложения номер 11 и 12. Под крышкой люка коллектора находятся три ряда кирпичей высотой примерно 70 см и под ними еще один корпус для крышки люка. Возможно коллектор проседает под грунт. Вдоль детской площадки расположен длинный металлический забор и в одном метре от люка этот забор имеет просадку конструкции и просадку грунта именно в районе коллектора. А также здание в трех метрах от коллектора тоже имеет просадку фундамента именно в районе расположения коллектора. Все эти факты свидетельствуют о возможном проседании, подмывании и разрушении коллектора и о риске обвала грунта на большой площади и на большую глубину. В зоне риска провала земли находятся половина детской площадки, забор здания, само одноэтажное здание и припаркованные недалеко машины. Просевший и подмытый коллектор посередине детской площадки это прямая угроза жизни и здоровью не только детям, которые постоянно заходят и играют на детской площадке, но и всем семьям этих детей и всем детсадам, в которые ходят эти дети, а также угроза имуществу жильцов в виде автомобилей, а также угроза жизни и здоровью сотрудников и пациентов хосписа. Более того, фотографии в приложении номер 13 и видео в приложении 2345 доказывают, что как минимум 5 лет данный коллектор, то есть с 2018 года, был закопан под песком детской площадки и никто его ни разу не откапывал и не обслуживал. Мощности и техническое состояние коллектора за эти 5 лет, скорее всего, никто не проверял. Ой, это не мое или на чем балансе находится коллектор? Коллектор находится на территории земельного участка с кадастровым номером 8610101065102. Это земельный участок, на котором расположен дом 21 и детская площадка. Это придомовая территория жилого многоквартирного 9-этажного дома. На детской площадке при входе есть табличка с наименованием ответственной организации ООО УК ДСВЖР. Представитель аварийной службы ООО УК ДСВЖР в тапках на босу ногу, потоптавшись в мокром песке, заявил, что этот коллектор не в зоне его ответственности. Так и сказал, это не мое. Представитель города канала заявил, что этот коллектор тоже не в зоне их ответственности. Заместитель директора ООО Заботливое Сердце Стоцкая Светлана отказалась давать комментарии, отвечать на вопрос журналиста и бросила трубку. В администрации города Сургут заявили, что не знает, в чьей зоне ответственности этот коллектор. Источник загрязнений. Со слов работников горводоканала, единственный входящий поток канализации в этот коллектор происходит из одноэтажного здания по адресу проспект Комсомольский, 27.2, в трех метрах от коллектора. В данном здании на правах аренды на два года находится автономная некоммерческая организация, центр социального и медицинского обслуживания населения «Заботливое сердце». Данная организация не имеет ни одной лицензии от Росздравнадзора. Однако в данном здании дважды 12 ноября 2022 и 16 ноября 2022 был зафиксирован факт ненадлежащего хранения упаковки сильнодействующего яда атропиносульфат, о чем было сообщено в Генеральную прокуратуру и МВД России. Ни уведомлений, ни ответов по данному факту до сих пор нет. «Заботливое сердце» в это здание заехали с пациентами в августе 2022 года, то есть менее года назад. Из коллектора изъяли как минимум 35 литров текстильных изделий неизвестного происхождения. Судя по признакам, эти текстильные изделия свежие и им максимум год. В октябре 2022 года в этом здании было примерно 10 клиентов и 5 сотрудников, то есть всего 15 человек круглосуточно. Через 3 месяца, в январе 2023, количество человек на круглосуточном стационаре уже 18, с учетом сотрудников примерно 23. На официальном сайте «Заботливое сердце», предельное количество клиентов определено в 35 человек, плюс персонал примерно 5 человек, всего 40 человек. В здании работает только один туалет из двух, запредельная влажность, кухня, утюг, парогенератор, электросушильные машины, душевая. Все это создает идеальную среду для развития грибка, плесени и бактерий. Подробнее смотрите в видео. Приложение номер 4 и 5. Скорее всего, за год были набраны новые пациенты до 35, и нагрузка на душ, туалет, кухню и, соответственно, на канализацию увеличилась несколько раз. Напомню, здание эксплуатируется круглосуточно, без перерывов, круглый год. Предположительно, сам коллектор и труба из коллектора на детской площадке, которая идет в коллектор возле первого подъезда дома 21, были построены в советские времена 1986 года. И труба, скорее всего, чугунная, имеет внутренний диаметр 86 мм, что никак не рассчитано на круглосуточное водоотведение на 40 человек от души, туалета и кухни. Души, предположительно, в основном используются для мытья и подмывания престарелых пациентов. После шестого разлива из коллектора была изъята лестница высотой 2 метра, и наполовину она была в текстильных изделиях, то есть на дне как минимум 1 метр текстильных изделий. 1 метр умножить на диаметр колодца, и получим как минимум 400 литров текстильных изделий на дне колодца. Соответственно, любая даже малозначительная помеха для слива может создать переполнение коллектора и новые разливы на детскую площадку. На данный момент, 21 июля 2023 года, в 11.00, спустя 10 дней после сообщения о разливе, сотрудники горводоканала все-таки огородили люк хоть каким-то образом и установили деревянную пирамиду без предупреждающих надписей, которая наверняка привлечет внимание детей, как новый, возможно, игровой объект на детской площадке. Ни одного документа или доказательства о безопасности детской площадки или о проведении надлежащей безопасной дезинфекции до сих пор не предоставлено. Уполномочный по правам человека Ахмау-Егры сообщил, что законодательством не допускается размещение детских сооружений в зоне канализационных сетей. Пути решения. Единственное решение, которое было озвучено представителями администрации, это сократить размер детской площадки. Учитывая, что между детской площадкой и коллектором должна быть какая-то буферная зона, при таком решении размеры детской площадки будут сокращены как минимум на треть, а то и вдвое. Все жильцы окружающих домов и даже из других микрорайонов используют эту детскую площадку вместе со своими детьми и все высказались единогласно абсолютным большинством против сокращения размеров детской площадки. И за то, чтобы убрать этот коллектор с детской площадки и само здание, тоже снести как источник большей части всех проблем во дворе. Жители выразили свою волю письменно в октябре 2022 года. Приложение номер 8. И сейчас готовы выразить письменно и устно свой интерес и мнение. День добрый организаторам и участникам сегодняшней конференции. Многие вопросы вы сегодня будете рассматривать, надеюсь, будет рассмотрен и наш. Я, Букас Людмила Николаевна, проживаю по адресу 21-й дом по Комсомольскому проспекту и бывший работник станции юных техников. Это маленькое здание, если можно его, конечно, назвать зданием во дворе нашего дома, которое более 30 лет выполняло функционал станции юных техников, а теперь выполняет функционал хосписа. Очень интересное здание. Когда застраивался наш микрорайон и наш Комсомольский проспект, его построили как временную времянку, бытовку для строителей. И снести его должны были по окончанию застройки. Но, видимо, наверное, волей и судеб, когда сгорело здание станции юных техников на восходе, эту времянку передали нашим детям. Да, нашим детям. С обещанием, что в ближайшее время будет найдено, подобрано другое здание или выстроено для этих целей. Но так и не нашлось. Видимо, и не искалось. Так мы и просуществовали в этом так называемом здании. Здание, которое построено из мусора бытового, строительного. Здание, которое стоит просто на земле. Ну, времянка, бытовка. Здание, где очень, видимо, наверное, также по временному принципу была сделана вся коммуникация, я имею в виду канализационную и все остальное. Здание, в котором отсутствует, отсутствовала напрочь вентиляция. Поэтому стены этого здания были покрыты плесенью, грибком. Страшно было смотреть. От понимания того, что такое грибок, страшно было думать, чем мы дышали все эти годы, пока я там работала. И наши дети. Здание, в которое заходишь, и первое, что ты ощущаешь, это запах сырости, плесени и этого грибка. Забивало дыхание. Мы работали там целыми днями. Ноги промерзали, потому что полы холодные. Стены тоже были промерзшие. Окна всегда были обмерзшие, потому что конденсат намерзал со страшной силой. Все комиссии, которые все эти годы к нам приходили, все говорили, да, 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 здания невозможные, дети не должны находиться в таких условиях, вопрос будем решать. Но так он и решался долгие, почти 30 лет, если не больше. По-моему, больше. Потом, где-то, по-моему, в 2011 году я ушла на пенсию, но оно еще какое-то время просуществовало. Несколько лет оно стояло просто закрытое. Потом нашлись люди, которые какие-то там свои организовали бизнесы или еще что-либо. И в конечном итоге нашелся хозяин этому зданию. И организовали там хоспис. Ну, то есть, все лучшее и детям, и старикам. Самым незащищенным слоям нашего населения. Ничего как-то обойдется. Деньги, они не пахнут. Поэтому одни пристроили туда своих родителей, другие зарабатывают на этом деньги. Вы знаете, я столько лет с пятого этажа своей квартиры, глядя на крышу этого ужасного здания, смотрела с надеждой, что его снесут. И у наших детей будет такая замечательная игровая площадка. А у родителей спокойствие за детей, которые будут играть на этой площадке. И по совести оно и должно было так быть. Но совесть дело тяжелое. Договариваться многим с этой совестью очень сложно. Поэтому договариваться не стали. Отодвинули ее в сторону. Дети вынуждены гулять на корте вместо детской площадки. Потому что все знают, что тут уже все залито, якобы дезинфицировано. Но, тем не менее, все предпочитают гулять на асфальтированном корте. Вчера открыли ворота и почему-то некоторые жильцы решили, что здесь можно парковать машины. Это уже третья машина, которая замечена на территории корта, где играют маленькие дети. Так, быстрый обзор статьи, которая вышла 6 дней назад на 86.ru. В Сургуте на детской площадке больше недели бил гейзера с фекалиями. Коммунальщики уже несколько дней не могут убрать переполненный колодец. Так, 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 но это вы все знаете. Вот самая главная информация. По словам начальника отдела Организации инженерной инфраструктуры Департамента городского хозяйства Любовь Хурешко, дважды на детской площадке проходила дезинфекция. Колодец полностью промыт собственником Горводоканалом. Во! Наконец-то официально признали, что собственник Горводоканал. Но его использовать не по назначению некоммерческая организация, которая получила здание от мэрии. Оно заботливое сердце сбрасывает в том числе медицинские отходы в колодец. Медицинские отходы, а это может быть все, что угодно. Бинты, ватные палочки с кровью, шприцы, иглы, препараты всякие психотропные. Например, атропиносульфат, упаковка которого была замечена в здании. Это сильнодействующий яд. Памперсы, там, я не знаю, все, что угодно может быть. Когда специалисты Горводоканала его раскопали, то там стоял сильный химический запах. Не только медицинский, но и химический. Сам коллектор забит памперсами и другими отходами. Памперсы. А они обычно чем наполнены? Поэтому периодически случаются разливы. Кстати, памперсы имеют свойство разбухать со временем. Вот такой памперс один попал в трубу, его расперло от влаги и все. И вот вам затор. Проблема еще в том, что доблестная управляющая компания присыпала песком колодец и построила на нем детскую площадку. Чего делать категорически нельзя. Говорит чиновница. По словам Любови Хорешко, сейчас мэрия ведет претензионную работу с управляющей компанией, чтобы коммунальщики перенесли площадку. Вот что они хотят. Уменьшить как минимум на треть детскую площадку. Многие годы в здании, где сейчас находится дом престарелых, находился кружок юных техников. И проблем не возникало. С 1985 года ни разу никто не слышал, чтобы в том районе были разливы. Но как только заехало оно заботливое сердце, не прошло и года с момента их заезда, и на тебе шесть разливов на детской площадке. И памперсы, и медицинские отходы, и химический запах, и медицинский запах. Теперь же чиновники Егороводоканал вынуждены разбираться с оно заботливое сердце, которое обязано обрабатывать отходы, делать анализ на опасность и декларировать сливаемое в канализацию. Ничего не понял. То есть, если задекларируют, что можно сливать что ли? А они, получается, не декларировали и анализы на опасность не делали, да? Так получается. И отходы не обрабатывали. Корреспондент 86.ру связался с директором «Оно заботливое сердце» Денисом Мельником. Он заявил, что вопрос с Городоканалом уже решен. А с жильцами? А с ДСВЖРом? А с детьми? Ну да. А как они пели год назад? Да мы открыты, приходите в любое время, готовы всегда к общению. В общем, на пресс-конференцию из 19 приглашенных официальных лиц пришел только один представитель ОООК ДСВЖР, это заместитель директора по эксплуатации Черников Андрей Александрович. Заявил, что спешит, не принес ни одного документа, заявил, что я его допрашиваю как гестаповец, еще 35 минут оправдывался, отвечал на вопросы, не извинился и ушел. Были еще два жильца дома 21, жильц дома 31 и неравнодушный житель города Сургут. А теперь смотрим пресс-конференцию. У нас вообще-то в городе кто-то за что-то отвечает, просто один вопрос задать. Ну, сейчас по результатам видео поймете, что никто не за что-то отвечает. Вообще, церковь. Вот им просто не хочется, если кто-то приедет, задать вопрос, но у нас в городе хоть кто-то за что-то отвечает. Давайте ставки ставить. Вот я вам показал список, как думаете, сколько их приедет? Ой, а чего, если бы трое приехали? Трое? Вы назвали цифру трое. Я к трех начальникам записался в МВД России по городу Сургут. И все трое не приняли. У них диарея случилась. Ну, я думаю, может, из этого списка хотя бы трое приехали. Может, сейчас опять какая-то новая списка диареи возникнет. А вот от этого не возникнет. От этого не то, что диарея. Вот я сегодня статью прочитал. Оказывается, администрации подтвердили, что они туда выкидывают памперсы и медицинские отходы туда утилизируют. Не декларируя. Они обязаны... Это медицинские отходы. Они хоть два года назад и приравняли к обычным отходам. Но они обязаны декларируя. Ну, как это туда? Это голодец. Как это туда? Собирайте куда-то. Нашли. А Горводоканал должен это все собирать, да? И куда это все будет? А? Так что не будет? Не знаю. Так что не будет. А. Здравствуйте. И что, больше никого? Не знаю. Мы с вами двое. Пока, наверное, да? Время сколько? Девять и десять. А, ну еще двадцать минут подождем. Мне кажется, с вами все было списка. Хоть бы трое кто-нибудь приехали. Угу. А Дом говорит, думайте, сколько приедем. Я говорю, хотя бы кто, и вот это появились. А вы из дома с тобой? Да, с 86 года, с сентября месяца, мы живем в этом доме, в Комсомольске, 21. Вот у меня паспорт, прописка, в Саргуте с 84. В этом доме с 86. Все это на глазах. Как построили, да? Да, по сентябре, первый год заселялись, а так и живем. Сколько там списки? Девять и нанадцать. А, ну, я не танцую. Это вы ухудтрой вы были, если кто-то. Ознакомились, да? Конечно. Затом твои сердце. Ну, это вы, блядь, вы же эту девушку. Вы, вот, так она. Ну, может, Мельник доберется мужества, где ее как придет. А ты что? Который тебя скин и толкал. Ну, можно быть. О, у нас в доме, это, ржавая вода пошла. С холодного крана. Ну, и что? Она, это самое, в субботу шла утром. Невозможно было. Где-то в начале девятого. Пока там что-то не промывали и что. Но потом где-то часа в день, наверное, закончилась. Это не, это... А в тресквером доме, это, последнюю неделю жильцы, прям, очень сильно жаловались, что у них холодная вода. Вся-вся ржавая. Нету ее, ну, вот, субботу утром. Прямо цвета кока-колы. Ну, она была, и у нас такая, там, вот там субботу. В администрации, кто-то и родились, что туда памперсы и медицинские отходы скидывали? Шок. Выдарный шок. Прям вообще, это... Так это теперь что, каждую неделю будут, это... Ну, в таком количестве объемов, ну, будет идти. Это... Раз в месяц, это точно, теперь у нас это будет горловый канал. Ну, наверное, тоже это надоест. Здравствуйте. Вы Чарников, да? Да. Дэзу Жев. Замечательно. Здравствуйте. Замечательно. Нам, у вас достаточно. Да. Ждем пока. Ну, рано еще. Приятно удивлен вашим присутствием. Почему? М? Почему? Ну, потому что все игнорируют обычно. Ну, мы никогда ничего не игнорируем. Серьезно? Да. А как так оказалось, что канализационный люк более пяти лет был зарыт под детской площадкой? Не знаю, дорогой канала мы его описали. У нас все согласования есть с университетом. Так как он как бы пять лет? И этому люку двадцать лет. Его... Это на план... Когда детское оборудование расставляли, но на плане нету даже. Нету? Поэтому все согласовывать, детское оборудование поставить. И сейчас вот пусть он работает. Станция юных техников существовала сколько лет? И этот люк сколько лет? Потому что люди-то там работали. Ну, может, станция этих юных техников сколько не работает уже? Ее уже запустили. Вот, да, в прошлом году они начали там делать ремонт. Нет, ну, не работает. А этот люк-то существует по времени-то сколько лет? Лет двадцать пять? Да я вам даже не скажу. Просто мы, когда производим работы по установке оборудования, мы направляем во все ресурсоснабжающие организации запросы. Мы говорим, показан территорию с планами, расстановку оборудования, и они нам ставят печать и пишут согласовываем. Либо несогласовываем. Охранная зона такая-такая. У нас этого люка нету. Ну, так, в городе никто ни за что не отвечает. Вот один вопрос. Не знаю, куда его поднимать. Я думаю, скорее всего, это из-за того, что оно долго не эксплуатировалось. И очень долго. Это здание. Поэтому, может, судя, будет не знаю. Надо разбираться. А вы дезинфекцию проводили? Да. Два раза. А чем? Хлорным раствором. Хлорным? Да. А нам Горводэканал сказал, что детскую площадку нельзя флором обработать. Мы обработали, а они потом убрали этот. Они же свежим песком и подсыпали в Горводэканал. Да. Когда? Ну вот. Смотрите. Акты есть выполненных работ? Ну, мы у них запросили. А наши мы, наши акты составили. У вас есть с собой? Ну, в запросик, я официально его предоставил. Ясно. То есть, а где есть? Да, подписываемые собственником. А кто подписал? А кто подписал? Я не помню. Интересно. Кто это у нас такой есть? Бездетный, что ли? Или кто? Нет, подождите. Вы что здесь бездетные? Мы бездетные. То есть, когда с повторной, ну, второй раз с департаментом мы позвонили с просьбой посмотреть и обработать еще раз. Мы откликнулись, обработали еще раз, обчитались, что мы обработали, посмотрели фотографии, все, как положено. А вы скажите, как вот эта обработка проходила, пожалуйста? Чем? Венечку? Попрызгали сверху? С пульверизатором. То есть, сложная расложка, то есть, нет, поддавление пульверизатором обрабатывали. Прямо песок засунули? Нет, поверхность. 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 Препарат как называется? Да, ну, хлорку разведили и все. Не-не-не, там спецсертифицированный должен быть препарат, а не просто хлорку разведили. Ну, вы, наверное, больше нас знаете, раз это так утверждаете, что... Ну, а что? Я просто предполагаю, что хлорку разведили, наверное, не попросят. Вы предполагаете, в Роспотребнадзор напишите, чем обрабатывается, как... Вы просто предполагаете сейчас, и все, не более того. Я не предполагаю, я интересуюсь конкретно. Я уже вам сказал, 2% раствор, да, мы им обрабатываем. Не сертифицируем. Почему сертифицированный? Он разрешенный согласно... Значит, должно быть название. Как вам сказать, раствор хлорный, 2%, как еще сертифицированный? Так и называется? Ну, конечно. А, берете средство хлорсодержащее, доводите его до 2%, и обрабатываете. Что тут еще нужно сертифицировать? То есть вы и сами изготовили этот раствор? Конечно. Мы сами ничего не изготавливаем. Мы покупаем основу. Основу как называется? Ну, я вот еще раз, запросите, я вам все расскажу. Меня просто интересует состав основы. Если вас интересует, вы письменно обратитесь. Вы же к конференцию созвали и не обозначили вопросы. Вот написали, что вот у вас вопросы к люку. Все. Ну, так же вы там разносили? Как это будет? Вычислил к люку. Что происходит? Люк, я твой отец. Так что ли? Ну, наверное, так понятно. У меня нет вопросов к люку. У меня есть вопросы к тому, в чьей зоне обслуживания и на чем балансе находится этот люк. Горводоканал. Вот у меня вопросы к горводоканалу и к вам, так как вы обслуживаете детскую площадку. Мы детскую площадку обслуживаем. Все, песок убирать и новые заводить, завозить полностью. Мы свои требования, ну, жильцы, сформируем после, по результатам пресс-конференции. Ну, 31 минута. Три человека пришло. Поломка можно полы дома помыть, ну, песок. Он от этого дезинфекцией не пройдет. Какие там нечистоты попадают на него. И вот это охлотно. Просто, если там чьи-то внуки или пошли бы туда гулять, то бы... Вы запросы делаете сперва в Санкт-Петербург, такие мероприятия, какими расторами устраняются. Вы потом будете делать выводы. А то вы... У вас нет понятия. Почему нет понятия? Я думаю, полосклопное помыло. Ну, вы помыли. А это песок, дети. А он здесь сверху, он дальше копнуло, что он понес вот это все в рот и себе домой. Ну, вы логически... Роспотребнадзор, задайте же вопрос. Правильно ли это? Правильно. Если поверится. Зачуешься, давай. Здесь потому что в нашем городе никому ничего не надо. Вот и все. Никто ни за что не отвечает. Я еле-еле дозвонился до них в пятницу. Сказали, пишите письма. У них, наверное, свои требования. А знаете, как они провели проверку по хоспису 9 месяцев назад? Нет. Они сказали, что они совместно с прокуратурой провели проверку, но результатами проверки не располагают. Вот так ответили. Нет, ничего здесь не прокомментируют. Я делаю вывод, что они не проводили проверку. Не туда закрыть бы, а часа на два. Не выпускают. Посидели бы они. Куда? Ну, вот в этот дом для пожилых людей. Вот закрыть бы всех, загнать бы и часа на два, чтобы они там посидели, по нему, клея посмотрели. А вы там были? Я когда вышла, хотела скорую вызывать себе. Я вот там задыхаюсь. Так вы напишите жалобу. Так писали 9 месяцев назад. Еще раз, еще раз. Я понимаю, что такие нужны, это самое, потому что в каждой семье может это случиться. Ну, ребята, ну давайте сделаем соответствующие условия содержания. Ну, не такие же. Все мы под боком ходим. А вы что? Вы конкретно что там увидели? Да там дышать нечем. Там идет ремонт или что? Да, там был ремонт. И уже? Подождите, если идет ремонт, это ремонт. А там сидители лежат? Готовы? В помещениях уже? Конечно. В помещениях готовы? Да. Ну, наверное, может, они частично делают ремонт? Ну, частично. Ну, уже лежат на засобочке. Как минимум 10 пациентов было на тот момент. Не, ну, это не запрещает делать производство работы в действующем здании. Есть действующие поликлиники, где производится ремонтная работа, пока винетно, пока депутатно, там, поглощно. Ну, так и есть. Смейте, там, все это же разрешено, написано, что работа производится в действующем здании. Просто, ну, это должны оценивать, говорю, квалифицированные специалисты. То есть, если должна пойти, наверное, комиссия, то она должна пойти, там, в расширенном составе, которые могут сделать заключение. Вы увидели одно, они увидят другое и будут ссылаться на нормативные документы. Что тут плохого? Просто вы нормально не сложите свою мысль для осмотра. Вот и все. Мы, наверное, видео не смотрели, да? Нет, вы смотрите. Ну, смотрите. А где вы посмотрели? На YouTube-канале Сорботнадзор. На чем надо? Не подписаны. Не интересно? Нет, конечно. Проблема города. Да, подождите. Я там уже, там, проблема города. Я больше вас знаю. Да? Да. Да, я... Так как вы еще? Если вы более 800 видео на YouTube-канале Сорботнадзор не смотрели, и об этом ни одной СМИ не говорили. Ну, вы не говорили. А почему не говорят? А вот задайте им вопрос. Нет, ну, я же вам задал вопрос. Почему меня задавать СМИ? Ну, а вы обращались, когда видео поставили? Конечно, многократно. А вам что ответили? А меня блокируют везде и все. А почему? Не отвечают. Потому что наша компания, она работает с главой. Еще и телефонами... С главы из этого франции и города. Да, еще и телефонами моими кидается в женщин, помощников судей. Поэтому, говорю, городе ни за что не отвечает. Ну, может быть, все дело у вас тогда. Серьезно? Да. Ну, может быть. Нет, ну, как так? Вот, видите, вы нам написали, я бы ушел послушать, узнать проблему и так далее, чтобы более расширить, о чем мы будем делать и так далее. Рассказать нам, какую работу мы провели сейчас, кому письма написали, какие работы сделали. Ничего не будет. Что не будет? Как не будет, если у нас площадка есть? Если у нас детская площадка есть. Здравствуйте. Так, а вы у нас желез, да? 31-го дома? 21-го. 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 Ага. Сколько время? Да, сейчас половина. Ну, три. Давайте еще минут 10 подождем, да? Да. Потом будет вот это видео на 22 минуты, потом еще видео от Людмилы, сегодня я ночью прислала, 2 часа ночи, на 5 минут. Это та жительница, которая работала в этом здании 20 лет. Вот, потом я еще озвучу новые факты, которые здесь будут озвучены. И потом будем задавать вопросы, ну, наверное, только вам. А можно это как-то сжать? У меня просто уже, почти 15 минут, я уже должен быть в другом месте. Серьезно? Да. Ну, у меня же все насыщено, тоже выжили. А давайте мы тогда вопросы сначала вам позадали. Конечно. Задайте вопросы. Можем сейчас начать просто. Да. Чтобы я успел, вы тоже мою внимание. Давайте. Я 15 минут уже. Значит, про дезинфекцию. Задали вопрос. Когда была сдана детская площадка в эксплуатации? Значит, смотрите, первый элемент детской площадки, это карусель, она была установлена в 12-м году, согласованная со всеми ресурсами, составляющими организациями. А все остальные элементы детской площадки в 14-м году. Все согласовано, выполнено. Мы отчитаем все эти отчеты, вы знаете, есть у нас на нашем сайте, можете посмотреть. Акты приемки, передачи в эксплуатацию, это все есть на сайте? Да, да. То есть там подписи есть, да? Кто принимал? Ну, кто принимал? Управляющая компания и жители. Кто тогда на тот год ответствует вывод за подписи? Кто? Я не смотрел. Нет, я не смотрел, что состажные дезвжеры, кто ответственен был? Русин, Викторий Чураков? Я помню, вы напишите, мы вам прямо на арте все эти прогулки. То есть в 2014 году люка не было, да, на этом месте? Не было? Или он был закопан? Он был, его не было, он тоже был закопан. А когда он там возник, подписку? Точных данных нету, потому что я поднял все с гензастройки 1985 года. То есть это, там у нас получается, есть данные марта и декабря месяца. Вот в 1985 году в марте и в декабре месяце этого люка там не было. Ни колодца, ничего. А песок там уже был, когда вы ставили детскую площадь? Ну, вы же не секрет, мы еще каждый год подсыпаем, песок уходит. Мы каждый год подсыпаем. Так и, судя по конструкции, коллектор тоже уходит вниз. Там проседание забора и фундамент в здании идет. Мы это не обнадошны. Ну, я сейчас фотографии вам покажу. Ну, пожалуйста, дайте фотографии. Там, скорее всего, когда вы эти проседания видите, потому что он же был засып, он там где-то 25-30 сантиметров. А когда начал песок уходить, ну, может, до забора, да что там же до забора недалеко не стыд. Поэтому песок частично ушел в канализацию. И фундамент тоже, да? Фундамент чего? Здание. Фундамент здания я не обследовал, я не знаю. Это уже граница территории администрации. А забор в каком году был возведен? Данных нету точных, но в 14-м уже нет. Точных данных нету у меня. Ну, во время благоустройства это же помещение предусматривалось как прорабка. Бытовка. Это мы знаем. Прорабка. Прорабка. Как там такая серьезная организация, тогда можно находиться с людьми, которые все-таки серьезно больны? Это не вне их зоны. Это и вне их зоны. Сейчас про них разговариваю. Хорошо, а кто будет нести ответственность, если произойдет серьезный инцидент с жертвами, с какими-то последствиями? Кто за это будет нести ответственность, зная вот все вот это? Ну, это прокуратура Роспотребнадзора установит, кто вещает за это ответственность. Наверное, владелец этого колодца. Кто владелец колодца? На данный момент, по данным Роспеха, бездата, это здание принадлежит администрации. Нет, я не про здание, а про колодец коллектор. На чем она? А, это оно принадлежит из здания, потому что это элемент системы инженерной. А как так получилось, что колодец, принадлежащий зданию, на другом участке, находится на нашем уже? На этот вопрос я не отвечу, потому что межевание города Шуркута происходило несколько раз. Может быть, это техническая ошибка. Когда межевали территорию дома, и он получился на территорию дома. Я не знаю, это надо все приснять, писать письмо. Я правильно понял, что этот коллектор возведен неизвестно кем, неизвестно когда? Я не отвечу на этот вопрос, потому что у меня данных нет. У меня согласование, которое есть, его у меня нет на всех моих планах. Учитывая эти данные, то, что сверху этот коллектор был всегда засыпан песком, то есть его ни разу никто не откапывал. Я сделаю вывод, что этот коллектор возвели методом подкопа из-под земли. Правильно? Не знаю. Вы делаете выводы. Я просто не знаю, вы это русский язык, понимаете? Что я не знаю, у меня нет данных, и я не могу ответить на этот вопрос. То есть все данные, которые у меня есть, которыми я располагаю, у меня его нет. Понимаете? И все ресурсно-оснабжающие организации, которые пишут, у меня их на плане нет. Вы говорили, что вы готовы отчитаться, какие работы были проделаны и что планируется сделать? Вы письменно обратитесь, и я вам отчитаюсь прямо с актерами, со всеми делами. На данный момент не готовы отчитать? Я вам сказал, что мы последний раз 14-го числа, по-моему, обладили. То есть была тревога в администрации. Они позвонили, говорят, можете еще раз обработать? Потому что жители жалуются. Мы пошли, вышли, специалительные ДВХ осмотрели, и я провел обработку. Вы лично? Ну, я со своими специалистами, потому что мои специалисты. Можете пояснить, почему два раза была обратена дезинфекция? По обращению к администрации второй раз. Первый раз мы сами проводили обработку, второй раз по обращению к администрации. Третий раз проводила обработку уже гормодоканал. Все данные я запросил в гормодоканал. Площадь обработки в первый, во второй раз и в третий раз была одинаковая или каждый раз увеличилась? Нет, порядка 80-90 метров площадь обработки. Каждый раз? Да. И первый, и второй раз? Да. А гормодоканал не знаете? Нет, не знаю. Они данные предоставили, когда я могла обработать. Акты обработки были подписаны и первый, и во второй раз? Да. Готовы предоставить? Ну, конечно. Вы письменно обратитесь, я же. В третий раз говорю. Отлично. Я просто уточняю. Николаевич, вы так меня пытаете, как кестапо. Я пытаю? Да, как кестапо. Вы понимаете, а то... Как кто? Я не сам отвечаю. Подождите, подождите. Как вы меня назвали? Я вас назвал так, как я вас назвал. Как кестапо? Да, да. Пытайте, пытайте, пытайте. Я вам на один и тот же вопрос отвечаю 15 раз уже. Понимаете? Потому что вы не даете чок. Как у вас имя обществует? Андрей Александрович. Андрей Александрович. Благодарствую. Вы свободны. Всего хорошего. Все? Я ответил на все вопросы? Нет. Вы можете на один момент вопрос ответить? Нет. А почему? У меня нет к вам уважения. Почему? Ну, потому что вы называете меня кестапоцей. Ну, вы ведете себя именно так. Аргументируете. Ну, я аргументирую. Вы стоите, смотрите в глаза, задаете один вопрос 15 раз. Понимаете, вы проявляете ко мне неуважение. Я же ответил на вопросы конкретно и четко, да? То есть, если у вас есть какое-то сомнение, пожалуйста, обратитесь письменно к нам. А вы же ведете, вы что хотите от меня лично? Вот что вы хотите от меня лично, когда задаете один вопрос 15 раз? И вы слышите один и тот же ответ. Что вы хотите от меня? Что? Мы хотим, чтобы убрали весь песок и завезли новый. Ну, так давайте заниматься этим. Я занимаюсь, я вам ответил, что я написал письма во всей инстанции. Я занимаюсь этим. Я непосредственно со своей организацией нахожусь там. И когда возникает вопрос, мы выходим. Мы же никуда не прячемся. Мы как работали, так и работаем. Я поставил это оборудование детское, да, на законных основаниях. На это все есть разрешительные документы. Что вам непонятно? И вы мне удолбите, удолбите, удолбите один и тот же вопрос 15 раз. Это уважение или неуважение от человека? Или вам непонятно? Как я отвечаю? Нам непонятно, потому что у вас на все вопросы размытые, достаточно ответы. Либо не знаю, как бы нам вообще ничего не понятно. Просто это наши дети, понимаете? Это наши дети и угроза. Подождите, конкретный вопрос. Вы меня задаете, откуда этот люд родился? Я вам отвечаю, что я не знаю. У меня нет этих данных. Но, наверное, владельцу. Владельцу. Раз, владелец, вы меня спросили, кто я вам сказал, что администрация владелец. Но, наверное, владелец этого имущества может более расширенно ответить. У меня данных нет. Вот как еще вопрос? У меня вопрос без сон. Как вам? Потому что флором это ни о чем. Вот я флор как бы мыла в полы. Я просто... И на этот же вопрос я вам ответил. Давайте обратимся в Роспотребнадзор, обратимся в надзорные инстанции, в Санэпидемнадзор. И там дадут, наверное, более расширенные ответы на наши действия. Но у меня, что есть, я тем обрабатываю. Ну, как еще вам ответить? Все понятно. Ну, что понятно? Я вам сказал, что я написал письма, запросы с разъяснением. У нас не устраивает ответ, чем есть, тем и обрабатываю. Нам не устраивает. Нам надо, чтобы это было наверняка безопасно. Это все-таки дети. Хорошо. Нет, хорошо. Но смотрите, я же эксплуатирующая организация. Я действую на основании нормативных документов. У меня написано в нормативных документах, каким я расторгами должен обрабатывать. Я тем и обрабатываю. Но не более того. Я же, смотрите, я же не специализированная организация, которая ведет работу по ликвидации последствий. Правильно? Я же эксплуатирующая организация, которая занимается эксплуатацией и содержанием. И у меня есть определенные нормативные документы, которыми я работаю. Я на основании этого и отвечаю вам. Вам ответ мой не нравится. И вы начинаете возмущаться. Мы не выскучаемся. Вы уточняющие вопросы. Но я же вам уточняющие вопросы задаю. Вы мне его опять перезадаете. Я ничего не услышала. Чтобы одно и то же у вас спрашивать. Я услышал. У вас же ведется запись. Вы просто потом посмотрите. И как Антон Николаевич задает один и тот же вопрос в 15-м. Хорошо. Уточняет. Ну, уточняет, сказал. А как уточняет? Потому что ответа нет. Он просто у вас уточняет. Ответ есть. Он у вас просто уточняет. Будьте добры до службы. Он задает эти вопросы, Сергей не задает. Он у вас задает вопросы и уточняет. То есть он не наседает на вас. Он хочет получить исчерпывающий ответ. У вас получаются ответы разбытые и уходящие в сторону. Без нормативных документов. Вам обоснуйте хоть один ответ, куда я ушел в сторону. Обоснуйте. Давайте. Я не знаю. Вопрос. Нет документов. Вопрос. И я ушел в сторону. Вопрос. И я не знаю. Это конкретный ответ. Я не знаю. Куда, в какую сторону я ушел. Нет. На счет песка. Антон. Здесь человек. У него есть, как говорится, там уставы, нормативы. Он нам все ответил. По нормативу они должны их ложечкой обработать. Обработали. Претензий нет. Мы не можем предъявить. Он выполнил свое. Дальше. Не факт. Я еще не видел документы. Это управляющая компания, я имею в виду. Не конкретно это. Я еще не видел документы. Ну вот. Вы напишите заявление. Я вам предоставлю официально, чтобы не было лунокруства. Понимаете? Чтобы не было лунокруства. Чтобы не было. Меня потом не объявили лжецом. То есть, конкретно, смотрите, ваш запрос, ваша подпись. Мой ответ, моя подпись, если предлагающие документы. Это правильно? Вы словные или зима? Да, лунокруства это. Когда мы это словодим, занимаемся. Ваши высказывания можно вам сказать? Да. А вот вы сейчас говорите про неуважение и то, что у вас нет времени. Я как бы думаю, что вы должны были к встрече подготовиться. Вы все-таки знали, на какую она будет тему. Мы хоть бы один документ чего-то подтверждающий взяли с собой, вот чтобы нам сейчас продемонстрировать. Мы вот жители дома. Вот сейчас бы вы нам это продемонстрировали. Акты, что вы выполнили. Я хочу видеть, что вы выполнили работы, что дети наши в безопасности. Вы сейчас отвечаете на вопросы, не знаю. То есть, я тоже, у вас время драгоценное, а мое что время? Я сюда... А почему вы думаете, что я обязан принести на вот это, на пресс-конференцию документы все? Вы сейчас голословно говорите, что я работы выполнила. Я сказать вам могу все, что угодно. А я вам же сказал, что я выполнил. Хорошо. Если вы письменно обратитесь, я вам предоставлю. Сопрос. Но я считаю, что вы должны были все-таки подготовиться. Я так считаю. Это сугубо мое мнение. Я вам высказала все, что я выполнил. Спасибо. Напомню, что ваше «драгоценное» время оплачивается нами. Почему? В полном объеме. А кем? Может, за. Ну, подождите. Хорошо. А вы знаете, сколько жители дома должны управляющие компании за служение и содержание? За оказание услуги. Да, или за беда. За оказание услуги вам должна вот эта организация, чей вот этот вдруг? Это она вам должна? Собственники многоквартирного дома имеют какие-то управляющие компании? Нет, вот этот. А это здесь многоэтажный дом? Многоквартирный дом. Многоэтажный дом. Посмотрите, пожалуйста, планы экспликации и застройки его. Там написано четко «многоэтажный». Ну, у вас свое мнение. Нет, нет документов. Ладно, я не буду с вами спорить. Ну что, еще раз напомнить. А вы что здесь делали? Мы вам сейчас что-то должны, а вы об этом речь? Нет, мы речь об этом в частности. У нас встреча на новую тему. У нас встреча на конкретную тему. Собственник, кто этого дома? Вы сейчас как сказали? Собственники дома. Собственник кто этого дома? Собственник этого дома? Жители многоквартирного? Нет. А кто? Администрация. Почему? Технический паспорт читали на дом? Смотрите, пожалуйста. Как читаешь? Я не знаю. Это вам в равной доле принадлежит весь этот дом. Серьезно? Собственникам, да. Технический паспорт я многократно истребовал. И спору за 5 лет ни разу не получил. Не знаю, как вы его получили. Не получил ни разу. В то, что есть, то пожалуйста. Где в доске? Ну, у нас запросите. Так я же говорю, за 5 лет раз в 20 истребовал, ни разу не предоставил. Давайте хорошо запросим. Посмотрим, как вы... Да, хорошо запросим, конечно. И Андрей Александрович, хочу вам напомнить, что я здесь не только как жилец дома, да, и не только как журналист, но и как представитель интересов домов проспект Комсомольский 21, 31, 21, 32 и по первопроходцев, по-моему, да, 8, 10. 8. Вот. То есть представляю интересы 5 домов. Неофициально, но представляю интересы. Ну, это официально. Официально, если бы вы представляете, у вас было бы решение общего собрания собственников, где за вас, ну, жители, все проголосовали, да? Я думаю, после этих событий будет такое. Ну, нет, конечно, вы сделаете. Нет, это не потому, что вот эта вот фраза, как гестаповец, она относится, я предполагаю, не только ко мне, но и ко всем жителям. Правильно? Почему? Потому что вопросы... Вы же вопросы задаете так, как я не подавлюсь. Но вы называли только меня дестаповец. Вы акцентируете внимание так, как вам надо. Потому что вы не можете ответить на эти вопросы. Я ответил на все вопросы. Вы оскорбляете человека своими высказываниями. Никого не оскорбил я. Я считаю, что он оскорбили человека. Я не считаю, что человек ведет себя как гестаповец. Это конкретно уже к личности относится, понимаете? Ну, все, вы считаете так, как вы считаете нужным. У вас личный неприязнь к ним? Нет, у меня к вам нет никакой личной неприязни. Просто у вас личная неприязнь, наверное, к нам. Серьезно? Ну, да. А почему? Нет, нам надо, чтобы проблема была решена. Никому конкретно. Конечно, прошу. Чтобы проблема была решена, нужно заняться... Совместными, совместными усилиями, правильно выговорить. Правильно выговорить. Да, конечно. Но не таким образом, что... Не самопичеванием вот это, как вот у нас здесь происходит. А в чем вы случились самопичевания? У нас сейчас ситуация становится таким образом, что вы хотите нас выставить, наверное, виновными во всем этом происшедшем? Нет. Вот если абсолютно вы и не правы. Я пытаюсь ответить на вопрос, что вы наводите к тому, что все равно я... А как вы считаете, я должна относиться, во-первых, к рельсам? Люк, мне близко к рельсам, как говорится, забитый. Нас интересует дезинфекция площадки, чтобы дети гуляли спокойно. Ничего не подхватили и ничем не заболели. Просьба по одному разговаривать. Правильно? Это, во-первых, чтобы дети были в безопасности. Во-вторых, я выхожу из дома, это очень неприятный запах. И как бы мы, конечно, решаем эту проблему. Это очень небезопасно. Если как бы будут последствия, то они будут серьезны. Потому что этот люк не на дыжащем состоянии находится. И ненормально, что посреди песочницы просто он провалился, и всплыла непонятная консистенция. Жидкость непонятная консистенция. А вы, ну, обрабатывать однозначно надо, потому что, ну, если люди додумались кидать в канализацию тряпки, то что им мешает ампулы с препаратами кидать? А в этом учреждении серьезные препараты. Там серьезно, серьезные больные лежат, которые приехали туда зачем? Все все понимают. Нет, конечно, все понимают. Ну, и смотрите, медицинское учреждение, оно для того учреждения, да, что у них есть свои нормативные документы. Вот то, что вы сказали, да, медицинские отходы, они собираются по другой категории, правильно? То есть, если они официально зарегистрированы, у них заключен договор на вывоз этих отходов от медпроизводства, что они там делают, соответствующая утилизация и так далее и тому подобное. Это проверить вы не можете, я не могу, это могут проверить, но госпотребнадзор, правильно? Он ведет надзорную деятельность за вот этими всеми делами. Возможно, наверное, и могут, и выбросить, и может выбросить. Я не знаю, я не знаю, вот смотрите, судя по фотографии, которые там есть, которые, вроде, канал вытащил, да, ну, это прятки какие-то, половые, полотенца, шапка там была еще, ну, это, наверное, строители там, по зоопарку, люди, я не знаю, как это все произошло. Нас волнует песок. Ну, нас волнует песок, все лучше. Чтобы дети гуляли спокойно. Я понимаю. Проявили обработку хлором, мы не можем. Так, значит, летом мы теперь должны опять санпин-станция, видите, круговая порука. У них санпин, они сделали это, какие к ним претензии? Никаких. Дальше уже, ну, не знаю, кто песок возьмет на анализ, чтобы весь его заменить. Здесь никак. Это делает Роспотребнадзор, они выписывают предписание в сторону санэпидемиума службы, и они проводят экстратизм. Ну, то есть здесь получается, они свою работу. Вы понимаете? Ну, он бы и сделает, они сделали. В лаборатории, да, конкретно? Мы понимаем, мы думаем, что вы видите. Я же разложили и сказали, ну, такие-то там микроэлементы. Я это не смогли делать. Я даже визуально, я обработал визуально, я обработал. Все, корка покрылась, покрылась, перенем пахал, могу еще раз обработать. Ну, то есть, хлор содержащий жидкости показывает, потому что они уничтожают. Ряд таких-то бактерий, таких-то таких. Я же мусорные клапаны обрабатываю этим же раствором. Я поручь не обрабатываю этим раствором, я добавляю его. Вы лично? Ну, не я лично. Я, я, вы же меня пригласили как представителя организации. От нас все. Письма дальше? От управляющей организации выступая. Я говорю, я, да. Ну, не я лично. Вы, если хотите придираться к словам, то скажите мне, как вам, он говорит, чтобы вам было понятно. Ну, управляющая компания сделала. Дальше, видите, надо, что санкель-станция, распоряжение, надзор. То есть, все, что вы брали, песок. Потом уже к ним еще тогда уже не соответствует. Значит, дальше надо шагать. Я не придираюсь к словам, я хочу выяснить, кто ответственный. Если вы говорите, я обработал, то это ваша ответственность. Если говорите, мы обработали, то это ответственность общества с ограниченной ответственностью. Антон Николаевич, вы понимаете, что общество с ограниченной ответственностью управляющей компанией ДС восточного жилого района отвечает за это все? Общество отличает. Но общество населяет должностные лица, которые отвечают за то-то, то-то, и то. Правильно? Или нет? Нет. А, так. Ну-ка, расскажите. Отвечая обычно со стороны общества, да, со стороны любого юридического лица, само юридическое лицо, как организационная права и форма, и плюс, самый главный представитель. Обычно это лицо, имеющее право действовать без доверенности. Обычно это директор, то есть физическое лицо. То есть, соответственно, всегда два. Физическое лицо, представитель общества и само общество. Вы же должны знать, мы же видели эти все административные протоколы и все остальное. Отдельно приписывается в директор. А еще я вам больше скажу. А если в юридическом лице, где директор стоит, разделены эти полномочия. То есть, директор отвечает за одни, согласно приказам дела, а его заместители по направлению деятельности за другие дела. То есть, юридическое лицо может быть в множественном числе. Там могут быть заместители, начальники отделов и службы. Понимаете? Приказы закреплены, и они ответственны за это. И при проверке надзорными органами выписываются административные протоколы о нарушении. Это при условии, если есть доверенность от лица, имеющих право действовать без доверенности. У нас у всех есть доверенность. И мы приказы закреплены. Покажите, пожалуйста, доверенность от Трусина. Чего? Ну, представляете, где я с собой не враво. То есть, вы неуполномоченные данным. А вы запрашивали это, чтобы я принес? Вот смотрите, это же пресс-конференция, я говорю, а не печивание. Если бы вы указали, привык человеку, такому-то, такому-то, по себе ими, и то-то, 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 я бы привез и положил бы вам еще. У вас бы вопросы все кончились. Но вы же это не указали. Зачем вы меня печуете? Ну что, Антон Николаевич, что не так я сделал вам, вот, отлично вам, что вы так меня печуете? Нет, мы вас не печуем. Антон Николаевич знает, о чем я говорю, и он печует. Мы вас не печуем. Нас интересует вот безопасность. Я понимаю, о чем вы говорите. У меня нету печа в друге, у меня ручка. Вы все прекрасно понимаете, только это. Андрей Александрович, у вас должна быть доверенность навсегда. Независимо от того, что... Когда... Нет, это ваше сугубо личное мнение. Читайте гражданский отлик, понимаете? Все, читайте. Я должен отвечать. Гражданский отлик самый неправый. Конечно. Ну, вы смотрите. А, подождите. У меня доверенность должна быть в виске. Вы что-то, Василий? Даже когда я хожу в магазин... Нет, вот вы сейчас пришли сюда, представляете, какое-то виское лицо. И у вас от него должна быть доверенность навсегда. Вы походите в магазин? Да. Серьезно? Да. Ну, тогда должна быть доверенность, да. Почему? И паспорт. Ну, почему? Ну, документы, удовлетворяющее личный. Ну, почему тогда меня в магазине не спрашивают? У вас с собой сейчас есть документы, удовлетворяющее личное? Нет, что есть. Покажите, пожалуйста. Зачем? Ну, чтобы подоставить, что вы чайников? Я чайников, пожалуйста. А вы у вас есть документы, вот это настоящий человек? Это не документы, это не документы. Нет, это не документы. А, нет, это не документы. Паспорт членника Рождественной Федерации, видите? А это у вас просто бумажка, вы ее делаете за нового знакомления, пожалуйста. Пожалуйста. Пьяный русский, все ясно. Благодарствую. А у вас просто бумажка, которая сделана... Это не бумажка, это в соответствии с законом о СМИ журналист обязан показывать только удостоверение журналистов. Да ладно. Вот одно удостоверение, вот второе. Почему вы тогда отличаетесь от рядовых граждан? Рядовой гражданин может повесить себе гейджи в печати, сказать, ну я вот тоже такой-то. Может, но он не будет журналист. Видите, у нас сразу недопонимание с вами по поводу... Ребята, давайте не будем здесь вот это, висок... Можно уже, да? Дальше... Меня... Подождите, последний вопрос. Вы сказали, что вы готовы озвучить, какие действия будут предприняты в дальнейшем? Сейчас Горводоканал, как мне ответит на мое письмо, там сроки небольшие, там сегодня, завтра уже будет у меня ответ. И непосредственно наше первое действие, это мы, наверное, с Горводоканалом встретимся в ДВХ. Я скажу, что я посетил конференцию, жители переживают, а то, 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 то. Вот и все. Состоится там совещание, я могу вам потом любезно рассказать, что было на этом совещании. А вы можете меня пригласить на это совещание? Ну, наверное, нет, потому что я иду в ДВХ, я пришел, и они потом меня приглашают, писал, я пришел, что... А кто-то, представитель от дома, может какой-то житель участвовать? А это, я говорю, я вам на это не отвечу, ДВХ потом собирается... Так я житель дома. Ну, пожалуйста. Я понимаю, я просто вот уточняю, если вы какая-то вот... А вы, представитель ДВХ, ДВХ. У вас просто отношения, если там, если не вы, то кто-то может присутствовать там, вот житель. Мы как вот слышим, мы вам-то должны там платить все, а что нам должны, вот я что-то понять. Вот сейчас вот... У меня какая-то департамент городского хозяйства, да? Так я там был? Спасибо. Что вам сказали? Да ничего не сказали. Говорят, памперсы конкретно выкидывают туда, утилизируют медицинские отходы и выкидывают памперсы. А вы говорите, строительные какие-то там... Нет, у меня конкретно, у меня есть средства массовой информации, когда жители, наверное, выписали, там же вот есть фото, и на фото очевидно, что там лежит, там тряпки, ветоши. Ветоши, которые пользуются строительными. И вы на глаз определили, что это строительные, да, тряпки? На глаз я могло определить, что это строительные тряпки. Вы специалист по тряпкам из канализации? Ну, на это образование особо не надо, если вы не знаете. Я не смог определить. Я высказал предположение, а вы определили. Я определил по двум признакам, что там работают строители и пользуются ветоши. Их здания? Да. Да. Да, они уже не работают. Это могу я в октябре месяца. Извините. Я же вас спросил. В октябре месяца проводили. А в октябре? Ну, возможно, и с октября месяца там лежат. Я не знаю, не могу предположить. Но на фотографии четко видно, что ветоши есть. Может, это ли уборщица помыла полы, забыла тряпку выжать и ее выиграть? Что такое часто происходит? Да ты что, на каждый день я выживала тряпку? В администрации конкретно сказали медицинские отходы и памперс. Ну, администрация, значит, выезжала на контрольный осмотр. Причем они сказали, что эти отходы не задекларировали. Это у вас официально есть? Это 86.ру почитайте. Это что такое? СМИ 86.ру. Хорошенко Любовь Геннадьевна заявила. От представителя администрации города Сургут. Хорошо. Посмотрите. Посмотрите. У вас ко мне вопрос в рамках темы пресс-конференции? В рамках конференции, конечно. Слушай. Качественное обслуживание дома зависит от того, как собственники жилья оплатят и производят оплату за оказанные условия. Ключевое слово – качественное. Вы… Вы, если… Утверждаете, что дом обслуживается качественно? Я утверждаю, что качественно. У меня есть отчет движения на четырех страницах со всеми недостатками нашего дома. Нет, пожалуйста. А дом находится в критически ужасном состоянии? Пожалуйста. Если в критически ужасном состоянии, давайте это обсудим. О чем состояние? Ну покажи. Вас давно уже уведомили. Предписали устранить все эти недостатки. И до сих пор не… В большинстве этих недостатков не устранены. Хорошо. Вам отвечала управляющая компания на эти все недостатки? Так они должны не мне отвечать, а КЖИ. Ну, КЖИ. Ну, КЖИ. И не просто отвечать, а устранять. И не за заявки. Ну, перчатки в сроке. Вы же заявление писали. Так я писал, КЖИ, я не могу. Хорошо. Я посмотрю ответ КЖИ и вам. Тогда направлю лично. Так вы знаете долги дома по… Знаю. Сколько? Ну, к миллиончику. Нет. Что, побольше? 430 тысяч рублей. Ой, ну вот видите, совсем мало. Спасибо вам. А тариф на оказание услуги где профессионал? В договоре. В каком? В каком? Вы имеете право… В ООО имею право заключать договора? Не ООО, а вы заключали договора с ООО. Нет. Ну почему нет? Есть решение общего собрания собственников, где вот мы ждем тариф. И все. Вы… Это тариф за ресурсы, но не за услуги. Нет. Тариф на услуги управляющей организации. За ресурсы – это отдельная вообще тема. Подождите. Вы хотите сказать, что все неотчеты в вашей работе связаны вот с этими 430 тысячами рулями? Не только. Не только. Отношения с собственниками. А к чему вы этот вопрос подняли? Ну, потому что собственники очень много денег должны. Денег должны, включая, включая вот в этом составе стоит, и за ресурс. То есть ресурсоснабжающая организация… Какой ресурс конкретно? Все ресурсы – электричество. Мы сейчас обсуждаем ситуацию с коллектором. Какое отношение имеет это к нам? Это не наш коллектор. Это ваша зона ответственности. А наша зона ответственности. Я не говорю сейчас про коллектор. Я сейчас говорю про коллектор. Скажите, пожалуйста, вот вы даже сами не знаете, когда этот коллектор был установлен. Я предполагаю, что с 2014 года эта опасная ситуация существует. Это сколько получается уже? Ну, 9 лет. 9 лет, да? 9 лет этот колодец там зарыт. Никто о нем ничего не знал. А кто должен знать это? Так вы в первую очередь… А как я… Вот смотрите. Еще раз вам говорю. Я медленно буду говорить, чтобы вы понимали. Смотрите. Я быстро понимаю. Подождите. Я смотрю, вы не понимаете. Еще раз я говорю. Чтобы установить детское оборудование, да. Перед тем, как я его установлю. Я на плане нанес это оборудование, как я хочу поставить. С кем согласовываешься? С обнистрацией? Слушайте. Слушайте, нет. Я согласовываюсь с ресурсно-оснабжающими организациями. Потому что у каждого ресурсника есть своя зона безопасности. Я наношу это оборудование и начинаю собирать согласование. То есть вот приходит согласование, если мы говорим о Горводоканале. Горводоканал берет и рассматривает эту схему. Он знает, где проходят его сети. Его сети. Сети наружные мне не принадлежат. И жителям не принадлежат. Они принадлежат ресурсно-оснабжающим организациям. Они смотрят. И если видят, что я это оборудование размещаю неправильно в охранных зонах сетей, они мне делают замечательные. И намосят на плане мне, как проходят линии данного ресурсно-оснабжающей организации. Все. У меня, еще раз вам говорю, на моих схемах, которые я запросил, у меня нет этого колодца там. Можно вопрос. Понимаете? Дальше я не могу выдумывать, там, предполагая искать... Вы поняли, что вы не знали, где можно получить документ с согласованием. То есть, кто ответственный за эту грубую ошибку, кто создал угрозу. Где можно этот документ... Мы обязательно истребуем. То есть, вот этот акт согласования... Еще, еще, еще раз. По запросу мы можем у вас получить этот документ. Да, да, да. Обязаны предоставить их короткие сроки. То есть, мы к вам обращаемся, вы по запросу нам предоставляете документ. Все я правильно поняла? Конечно. Либо вас пригласим, вы и ознакомитесь. А то, Николаевич, что тут мне что-то рассказывает? Почему мы не можем в копию документа... Сложитесь на новом управе в ОПТ, вот приглашение и ознакомиться. Хорошо. Напишите, мы же вам сейчас... А почему мы не можем получить копию документа? Можем. Я обязан уже предоставить. Они хотят, чтобы вы пришли, и там разные ситуации могут возникнуть. Вам скажут, вот, вот... То есть, вам предоставят только то, что они хотят. Понимаете? И скажут, фотографировать нельзя, видео нельзя. Читайте, выписывайтесь. Я еще раз задаю вопрос, чтобы задать исчерпывающий ответ. Нам нужен документ, чтобы он у нас был в наличии. Если какая-то ситуация произойдет, чтобы мы знали, кто будет отвечать за все это. Потому что ситуация серьезная. То есть, кто согласовывал документы, и кто несет на себя ответственность, грубо говоря, за жизнь детей. Напишите хотя бы заявление. Сперва напишем, конечно. Потом можно разговаривать. Мы напишем сегодня же заявление, конечно. Напишите, я же вас и призываю. Я очень надеюсь, что мы получим копии необходимых нас документов. И на документах мы ознакомимся в полном объеме с информацией, конечно. Вот. А еще, если придете, то, возможно, вас директор Русин Алексей Александрович будет толкать и пихать в спину, как меня, и прищемлять вам ноги дверью. А еще говорите, если вы сейчас не уйдете, я вас смогу ускорить. Может быть, и такая ситуация. Вот для этого приглашаю для знакомения. Как вы, Илья Семен Анатольевич, так, наверное, с вами наступает. Да? А как я завел? Так. Давайте, ребята, давайте не будем переходить на личности. Нас интересует песок. Они дезинфекцию сделали, это управляющая компания. Они, она, это самое, к словам, не будем цепляться. Что надо взять анализ, да? Кто это должен сделать? Опять, значит, это жильцы. Правильно? Очень интересно. Чтобы... Чтобы вы нам предоставили все необходимые документы. Очень надеемся, никто на вас не нападает, что вы окажете нам... Какие будут предложения, товарищи? Слушаем вас внимательно, товарищ Кац. Кац предлагает... Кац предлагает сдаться. Сдаться. То есть жильцы, за свой счет, сейчас должны куда-то отправить этот анализ. Или кого опять вызывать-то? Нет, это называется письмо, просто требнодзор пишется и требования. Требуем произвести экспертизу в радиусе 20-ти метров, там, в 50-ти точках, через занэпидемическую службу, короче, на предмет наличия таких-то вирусных заболеваний. Таких-то вирусных заболеваний. Давайте, вот он бить. Они свои нормативы, вот. Мы обработали. Треть Ольга, эти все требования мы обсудим в конце конференции. Сейчас у нас Андрей Александрович очень спешит. Кац предлагает сдаться. Сдаться. Не, я спешу, но вы не ответили. Так давайте, давайте. Право собственников не оплачивает управляющая организация или как? Вот почему такие долги большие по дому? Или это связано с... Я отвечу на ваш вопрос после того, как вы ответите мне на вопрос, почему дом в таком критическом ужасном состоянии не занимается. Нет, подождите, ну вы закажите экспертизу в состоянии... Ответы же на 4 страниц. Да пожалуйста, но там я ничего, насколько я помню, ничего там нету такого сверхъестественного. Отлично, отлично. Находится в ужасном состоянии. Отлично. Инициируйте новую пресс-конференцию по конкретно этому вопросу. Пригласите меня в прямом эфире, я вам отвечу на все вопросы. В любое время, в любом месте. А я тогда задам вопрос, почему я должна каждый месяц по 400 рублей платить лишних, не своей квартирой, а за общее домовое. За воду холодную, горячую и за все. За обратички. Подождите, подождите. Вы этот вопрос можете задать в искусственно-собжающей организации. Нет, то есть вы нам задаете такой вопрос, да? Вы нам задаете такой вопрос, а мы вам задать вопрос. Но на вашу же тему вопрос задается вот человек, а на вашу тему... Теперь это не наша тема, потому что перевели... Как вы могли сейчас тему от марта? Я прошу или нет, скажите? Да, правда, Горводоканал отдельно счета выставляет. Это протези Горводоканал. Но видите, если вы, смотрите, мы бы... По горячей воде, по отоплению это городские теплогресситы. Да. Это вот уход в масштабах всего города. То есть ДЭЗВЖР теперь очень красиво уходит от ответственности. Когда дело касается водопроводной воды, вот только что представили фотографии. Подождите, подождите. Холодная вода со ржавчины идет из 21-м доме. В 31-м доме это уже неделю такое. И все обращаются по привычке в ДЭЗВЖР, а ДЭЗВЖР говорит, это проблема Горводоканала теперь. Лишь в Кротичной оплаты, а вообще там обмое содержание. А ну к ДЭЗу платим мы, к ним. Подождите, а в Горводоканале недавно вышла новость, за 2,4 миллиона, по-моему, что-то там бывшие владелицы Горводоканала, короче, какой-то они проходочный катер купили. Их там сейчас прокуратура проверяет. То есть какое-то нецелевое расходование денежных средств идет. Да мне кажется, они жители когда-то, почему они делают? А общедомовое вы сказали, что там? А общедомовое содержание с каждой квартиры по 300 рублей. Ну... А с каждой квартиры по 350. Есть же нормативы, что я, что ресурсно-оснабжающая организация рассчитывает это так. Ну, вы если хотите оспорить, ну, я не знаю, напишите в Министерство строительства. Да это бесполезно, это решается другим методом. Как? Это другим методом решается. Нужно отменить все предыдущие протоколы собственников и провести новое собрание, выбрать новый совет дома, назначить председателя совета дома и наделить его полномочиями подписывать все акты с управляющей компанией. То есть без его подписи ни одно действие не будет проводиться. И вот тогда этот человек вместе с советом дома наведет порядок. То есть, вот они подписали, да, с какими-то жильцами акты дезинфекции. Кто эти жители? Никто не знает. Мы сейчас затребуем, а там будет какая-то заколючка неразборчивая, неразборчивая компания. Вы делаете запрос и значит все будет. Поверьте мне, мне эти люди уже более 5 лет уверяют. Ну, не сейчас. Ну, вы тоже много чего обещаете. Да, например? Только мы, например, что мы вам не сделали? Например. Четыре страницы, а что мы не живем? Ну и что? Не мне, а Тому. Ну, Тому мы делаем. Где? Ну, делаем. Ну, пройдите, посмотрите. Я ходил, смотрел. Посмотрите отчет на сайте управляющей компании. Я визуально вижу. Вот видите, вы сказали, что я прав. А я считаю, что вы не правы. Вы понимаете, вы визуально видите, я визуально делаю эти работы. Ну, о чем вы говорите? Может, нужен какой-то третий человек, который не стоял между нами и говорил. Антон Николаевич, а вы не правы? Ребята, давайте не уходите от темы, а? Давайте. Я надеюсь, что я ответил. Потому что это может до бесконечности. Нет, почему? Я ответил нормально. Запись посмотрел. Вообще нет. Да я думаю, жильцы... Народ-то осудит. Осудит. Нет. Только ответили. Осудит. Осудит. Рассудит. Хорошо. Давайте. Всем хорошего дня. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Поздравляем. Все это мелочи жизни. Вот. Антон, да я их согласна. Ну, понимаешь, у них свои нормативы. Ты же знаешь, что отсчитаются. Есть у них вот этот норматив. Этой хлорочкой сделать. Ты они же видишь. А где они все? Хлорочка вообще в детской площадке. Ну, подумай, что хлорка на детской площадке. Представитель. Я 32 года проработала в фим-цехе. Нельзя же хлоркой обработать. Да, конечно. А он подтвердил, что хлор содержащим. Да хлорку. Я не знаю, по высоте. Это разрешает детскую площадку хлоркой. Аллергик. А если аллергик? Тетя, это получается не только биологическая угроза эпидемии, не только инфекционная, но и химическая угроза эпидемии. Для нас, для всей жизни. Ну, хлоркой. Ну, 2% конечно. Он большого урона. Потому что это не замкнутый братанство. Это не лифт, как уборщица ездит и в лифт ведро поставит. Вытащу его. А она опять в лифт. Вот в такое пространство. Полтора на полтора. А здесь хлорка на улице. Конечно, пшик ее и нет. Но... Скажите, пожалуйста. Он сказал, что вот здесь он был обрабатывал. А вы уверены, что именно медицинский препарат, вот эта хлорочка-то уничтожена? Нет. Она не уничтожает. Хлорка не уничтожает химический препарат. Ребята, мы же думаем... Медицинский... Нет, это медицинский препарат. Да я согласна. Но мы же не можем утверждать, что они туда скинули этот... Именно... Ну... Жизнедеятельность, да. А что медицинские, ну, как утвердить? Мы же думали это голословно, скажем, правильно? Почему? Судя по... Как я... Кто там был? Из водоканала, да, когда чистили, я считаю, что это медицинский отход. Ребята, по заповту, говорят, что медицинский отход. Конечно. Ну, так, если что, кто-то. А так, если тоже мы, как говорится, лишнее еще голословно. Здесь единственное, что надо как-то на кого-то выходить, чтобы песок взять, ребята. Потому что по-другому... Ну, они и сделали вот у него норматив, хлоркает. Все. На воздухе... Да и... Чис здесь минут... Я не знаю, а теми пресс-конференции не принес подтверждающие документы. Я могу сказать, что я вам тоже много... И хлорка, вы сами понимаете, она... Что это у них это? Этот песок, ну, поверхностей это, а дальше глубина... Время дорогое, то есть мы ему неоплачиваемое, а мое время дешевое. Приехать сюда, посидеть на него посмотреть. Ни одного ответа вообще, честно говоря. В смысле, что он нам должен? Он нам должна показать, что они вообще это сделали. А это подтверждение. А сейчас это все голословно, по сути дела. Ребята, один тут пришел. Один пришел. Мы за 10 минут до начала ставки делали. Она сказала, что как минимум трое должно прийти. Я сказал, что, скорее всего, вообще никто не придет. Вышел средний вариант. Один пришел. Нет, ребята, здесь надо вот сейчас бороться в песок. Они не будут, они свое по нормативу сделали. Я вообще хочу бороться, чтобы этот хоспис оттуда убрали. Конечно. Ой, ребята. Смотрите. Ну смотрите, Антон услал. У вас во сколько инстанции, да? Ответы, я считаю, что вы должны бороться. Вы не верите, вы сами не верите. Я верю, что мы достали. Да, извините, народ. Это что за привычка? Одновременно все втроем разговаривают. Говорите по одному, пожалуйста. Не перебивайте друг друга. Только кто ответил? Когда мы сходили, он все это во все инстанции отправил. Кто ответил? Одна прокуратура. Устранить. И больше проверок нету. Двадцать пять ответов. Ну, двадцать пять? А нарушение? Можно сказать, если мы сейчас все пустим на самотек, это хорошая сейчас ситуация. Это в группе писала. Это так и останется. Если мы будем вот так говорить, ой, оно ничего не сделается. Они съехали с аэрофлотской, судились, съехали оттуда. Вы посмотрите на это здание. Устроили бордель посреди двора. Запах, я должна это чувствовать. Это просто всем им выгодно. Если мы замолчим, вот нас тут сколько вот человек. Всем остальным все нормально получается? В этой группе писаться тоже, знаете, или там руки опускать. Я считаю, что если возьмемся, прям выбьемся. После этого я даже накидал определенный список требований, штук 15. Вот. Требования именно жильцов. Что мы хотим? Заменить песок полностью. Заменить. Обязательно. Мы против сокращения размеров площадки. Мы хотим, чтобы этот пост вообще убрали. Вместе с коллектором. Возвели сквер на этом месте. Провели рекультивацию почвы, потому что там все в крепке. Вот такие требования. Провести всестороннюю внепланную проверку. Силами уже Российской Федерации. Они к МАО и с Ругутовой, потому что к ним доверия нет. Они ничего не сделали. Потом провести анализы песка. То есть что там? Химическая, биологическая, инфекционная угроза. Что там есть? Провести анализы этого. Проседание грунта. То есть там наверняка сейчас вот угроза. Потому что собор просел и здание. Там угроза обвала. Вместе с машинами, зданием и детской площадкой. Вот это все. Провести, провести, провести. И требуем, требуем, требуем вот это все сформулировать. И опять по всем инстанциям отправили. Только уже на уровне России. И во все СМИ еще отправили. Тут мне понадобится помощь жильцов. Я не успеваю все делать. У меня это все уже набросано. Я сейчас выношу на... Можно я перебью? А вы не считаете, что нам повезло, что у нас есть такой человек? Честно говоря, я не знаю, куда обращаться. Но проблему эту однозначно надо решать. Потому что я не соглашусь. Отдельное присмотрено. Она в соседстве с этим хосписом. Я считаю, это вполне возможно. Перенести это здание. Они вообще в каких условиях люди-то находятся там. Ни вентиляции нету. Соседняя пятиэтажка стоит в какой близости. Вентиляция вся на улицу. Мы этим дышим. Отходы они везде кидают. Даже на детской площадке видели, как выкидывали вот эти препараты. Отходы свои. Почему не слушали? Ну писали же. Кто-то, мне кажется, писали. Кто писал? Я не видел ни разу. Ни в первый раз вышел. Мне такое ощущение, что писали, что я видела. Вот это что? Они какие-то свои отходы кидают. Сразу скриншоты мне отправляешь. Не знаю. Ну, я туда... Ну вот, и что? К нам подключались. Подключались. Это факт, что к нашему дому подключались. Сейчас человек говорит про долги. Учреждение, я не знаю, на их там балансе или на чьем, подключалось к другому дому. Вот вы попробуйте к другой квартире подключиться. Вам сразу как бы какие-то санкции-то вынесут. А то есть мы платили. Сейчас человек говорит про какие-то долги. А мы вообще платили за учреждение, которое нам не выгодно. Я считаю они угрозу. Мы этим дышим. Я не согласна. А уж у меня нет просто детей. Но уж у кого дети, я не знаю, как безоролаберно к своим детям относиться, я бы в жизни не пошла на площадку с ребенком. Вот вам 400 рублей. Пожалуйста. Понимаете? За юридическое, которое вы переплачиваете. Девушка объяснила. Они подключились, энергию вытратили, а вы платили. Антон, я говорю, знаешь что, может отдельно вот это, куда, чтобы отдельное письмо не то, что вот этим можно послать, чтобы этот песок побыстрее. Ну, потому что смотрю, детишки там. А что толку от этого песка, если это будет каждый раз? Это толку из песка не возьмут. Толку из песка нету. Пусть они не посмотрят, что там осталось. Так толку из песка нету. Понимаете, эта канализация будет постоянно всплывать. Это хоть каждую неделю, уже за неделю сколько раз. Понятно. Ну, что бы на руках было это? Эту площадку, по идее, нужно сейчас огородить вообще. Так я согласна. Прямо забор конкретный поставить и написать. Опасная зона. Потому что там не только видится вот это вот песка. Даже если песок поменяют, угрозу провала никто не устранил. Ну, ты видишь, он предоставит бумаги, когда они площадку ставили, и люк заложен. У него-то все, он ничего не делает. Нет, он ни одного документа не показывает. Ну, предоставят, сейчас все сделают. Вы наивно говорите. Вы наивно говорите. Наивно говорите. Я же не верю в нашей стране это. Чего бы ты? Да. Ну, я еще надеюсь, в Советском Союзе это голосом. У вас, какие очки не розового цвета? Ну, он все, что, конечно, это голосом. Конечно. Просто голосом. Не, не, не голосом. А как он сказал? Луннобудство? А, луннобудство. Ну, я считаю, что это все сказано не одного, а конкретного ответа или подтверждающего документа. Человек подготовился к встрече. Я могу сказать, я вам каждый день дезинфекцию. Да он не готовился. Он рассчитывал на пять минут забежать и... Бессовестный просто. Нет, надо все-таки писать письмо, чтобы взяли анализ. Ну, я не знаю, конечно, сколько это... Это они должны. Надо сносить это здание. Надо сносить. Сносить. Ребята, ну, как быть, пока до здания дойдем, давайте с песком очнем, чтобы вот... Что песок такой отвратительный? Это бесполезно. Оля, Оля, это очень бесполезно будет. Потому что пока песок не там, оно может рвануть сегодня, а может завтра, а может через неделю. Ну, дети-то будут бегать на этой площадке. Не все в доме подписаны. Потому что подписано уже 130 человек. Подождите, подождите. Даже если поменяют песок, угрозу разлива и угрозу провала никто не устранил. Вы хотите, чтобы дети провалились в чистый песок? Я не хочу. Я хочу сначала хотя бы что-то сделать. Потому что это бесполезное действие. Наоборот. Они почистят песок. Вы должны давить. Вот это просто инструмент. Давление один из инструментов. Это очень серьезный аргумент. Сейчас давить. Вообще нам все это выгодно. Я считаю, очень выгодно. То, что вы говорите с этим песком, пусть меняют. Он каждый день ездит. Там каждый день угроза этого разлива. Более того, они уже сказали, они поменяли песок. Все, они не собираются ничего делать. Если вы будете на этом наставить. Они вам пришлют через 30 дней. А то и через... Ну да, через 30. Вот вы им напишите. Мы требуем поменять песок. Они вам через 30 дней ответят. А мы уже поменяли. Все нормально. И дезинфекцию проявили. У них ответ уже готовый. Какая дезинфекция? Окна выходит. Кто-нибудь все равно с дома. Ты увидел, у кого окна на эту сторону. Ладно, у меня туда. Но это не аргумент для них. Мне просто интересно, что задавали бы им вопрос. Что он сказал? За корючком будете стоять и все. В смысле за корючком? Так надо разбираться, кто это подписывал. Какой представитель дома подписывал. Чья это подпись. Будем разбираться. Что нам делать. Я просто не могу понять. Вот сейчас вы так беспокоитесь за песок. А почему родители детей-то не беспокоятся за этот песок? У меня там много гуляет. Вот я бабушка пришла. И жилу в доме тоже. Вы одна беспокоитесь за песок. А всем остальным я не буду грубо так выражаться. У меня второй подрастает. У меня нет детей, насколько я знаю. Но меня этот вопрос волнует. Меня волнует, чем я дышу. Почему я дышу. Да. Запахи сформации. Запахи сформации. Запахи сформации. Это же вообще зловония. Честно, это просто бедлам. Грязище там за забором. Сейчас вот этот вот люк попадет в их компетенцию. Мы от этой банищи вообще никогда. Мы будем как на объездной. Я вам обещаю. Они хотят перенести границу детской площадки. Причем там же получается вот так забор. Вот он люк. Они не вот так вот перенесут забор на полтора метра. Они вот так вот сделают. Чтобы ребенок там рукой, ногой ничем не достал до люка. И вот этот люк в случае разлива вот так вот говном будет плавать. Вплоть на детскую площадку на урезанную уже. И этим никто не будет заниматься. Это их территория. Все. Они еще забор, замок поставят. Сейчас на территории. Все. Никто не имеет права заходить. И хрен ты туда зайдешь. Будешь снаружи нюхать, фоткать и наблюдать. Это ни в коем случае нельзя на счет там. Я не знаю, кого за это еще. Ты тогда сколько отправил? Ну что? И ничего будет дальше. С места, ты видишь, ничего не сбегает. Я вообще предлагал абсурдный комический вариант. Взять в аренду зонтик, шезлонги. Короче, там возле этого разлива, короче, это, детскую там, это, круги. Там плавательные средства какие-то, вышку. Ну, короче, это, абсурдный галактик. Я тебе через вопрос, ты говорю. А даже сколько? Все ответили, все хорошо. Сейчас, понимаете, хорошая ситуация с этой аварией. Надо Вить. Я работаю. В СМИ надо, в СМИ надо. В СМИ надо. В СМИ. Ну, а ученки в СМИ. Это люди должны. Люди должны. А где жрецы? Почему только это, вот, Вика, когда вы пришли? Сергей не с нашего дома. Он вообще с другого района. Неравнодушный житель города Суркут. Это просто прекрасно. Ну, я не знаю. А получается, всем нафиг это все не надо? Ну, да. В группе писать хорошо, а это самое, чтобы прийти. 50 человек поставили против сокращения размеров площадки. Пришло только двое. Так, надо бороться до того, как это все сделали. А после? Закон-то когда поставили? Станция юного техника была, у меня дочка туда входила. Никакого забора не было. Не было. Но это он, наверное, сказал в 2014. Это он не может. Забор поставили. Никто не достает мне сведения, сообщил. Потому что забор поставили, насколько я помню, буквально лет пять назад. Ну, не очень давно. Потому что раньше вот он стоял. А, подождите. В 2018 году у меня даже фото есть. Был забор уже в 2018, пять лет назад. Ну, может и поставить в 2014. Но я говорю, до этого, когда это еще. Ну, сам факт, что он просел именно в районе коллектора, это говорит, что идет просадка грунта именно вот из-за этого коллектора. Если честно, так ужасно слушать, что человек говорит, это временная бытовка. Ну, то есть, другими словами, я могу сказать, это сарай. И там содержит тяжело больные люди, которые приехали туда умирать. По сути дела. Вот такая организация стоит посреди нашего двора. Я должна молчать, еще что-то ему оплачивать. Еще что я хочу. Им это вообще выгодно и прекрасно, хорошо устроились. Я еще хочу озвучить очень интересный факт. До того, как «Заботливое сердце» они только два года назад реорганизовались, до этого они назывались «Золотое сердце». У них была настолько мощная сеть здесь, в Сургуте и вообще по стране, что они уже собирались три филиала за рубежом открывать. Они настолько на широкую ногу встали, они настолько вот этот вот бизнес на поток поставили, что у них вот так вот подгидировали, пошла прибыль. И потом кто-то этот, я так предлагаю, бизнес сажал у них. И они поняли, что можно просто реорганизоваться и в текаря в отворе жилого дома опять начать с нуля. И вот они начали с нуля, они уже, видео озвучивается, у них в октябре было 10 пациентов, в январе уже 20, а сейчас, я предполагаю, на 100% загружено здание, поэтому и произошел перезалит коллектор. Просто канализация не справляется. Дело не в тряпках. Просто у них не справляется канализация с таким количеством людей. Это 40 человек в здании круглосуточно находится. Это душ, туалет, кухня. И постоянно отмывает это кристалилы. Это конечно. Это издевательство над людьми. Вообще это чисто мое мнение. Нет, 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 нет. Так сказать нельзя. Мы с Антоном встретились, приехали посетители в этот жалоба. Они очень довольны. То есть приехала, получается, дочь. Они в сферу своего узкого кругозора не видели вот эти проблемы, которые мы озвучили. Мы говорим, а там говорили, что мы не обращали. Не обращали. Потому что с ним обращали. Потому что с ним обращали. Этот человек, когда-то я, знаете, была такая ситуация, я связалась с обломом собак, когда это занималась как бы организация у нас. Довлетов? Нет, не Довлетов. До Довлетова. Вот почему к этому пришел Довлетов. Вы знаете, там все финансирование было, когда администрация сажала кого надо, 12 миллионов. Когда пришел Довлетов, стало 4 миллиона. А то и меньше. Я когда туда ездила, мне угрожали так, что, слава Богу, но это все прикрылось. Эта лавочка прикрылась. Потому что тут стандарище перед выборами такое было. Вот здесь тоже самое надо устроить. Я к чему рассказывал про золотое сердце с этой гиперболой. Вот это заботливое сердце, это только начало проблем. Я об этом и год назад говорил, что это только начинается. И пока вот у них было 10 лет, надо было еще тогда действовать. Но все решили промолчать. Я вообще считаю, что они отожмут эту детскую площадку полностью под свои нужды. У нас у детей вообще никакой ее не было. Более того, я предполагаю, что они на месте коллектора еще какую-то пристройку сделают. И все, и проблема решена. А отожмут? Потому что вспомнили, они тогда нам сказали, что они потом летом будут выгуливать, бабушки будут сидеть на лавочках. А они сидят, они их выгуливают. Выгуливают, да. Мне жильцы сказали. Мне не видно, мне жильцы сообщают. Да? Да. То есть побеги пациентов под препаратами до сих пор возможны. А у вас, ну там гуляют. А вот, да, еще такой вопрос, что дети все-таки интересующиеся такие создания, они лезут через... Постоянно гуляют. Они лезут через забор. Что это? Да, просто сердце. А вот этот люк большой, ну этот, как, ну да, контейнер для мусора зеленый, он без замка. То есть мне, как жильцы сказали, мы до сих пор не понимаем, как наркоманы до сих пор не проверяли, что они туда типа что-то выкидывают. Ну, действует обратно, я могу предположить, что они туда ничего не выкидывают медицинского, а все через канализацию. И это идет к нам. Первый подъезд, наш коллектор, а потом в общую канализацию. То есть нашей канализацией пользуются здания как... Это всем, всем друг с другом, то есть, грубо говоря, делятся и всем выгодно. Это вот сто процентов, потому что... Дизнесс очень прибыльный и очень выгодный. Они вот сейчас вот одно здание отхапали, буквально через два года они выйдут на то, чтобы и фасад сделать. Короче, прибыль пойдет, они и фасад сделают, и подъезды нормальные, и замки на заборах поставят, и оттябывают детскую площадку, и пристройку сделают, и, короче, новые здания заедут, и понесется это опять по гиперпеле вверх. А оплачивать мы будем это со своих налогов. И нюхать, и проваливаться. Ну, что делать? Ну, надо. Надо поднимать. Почему? А вот так попробовали? Ну, как попробовали вот это написать? Так писал, всем писал. А если Путину напишут? Вот, надо выше идти, я и говорю, надо уже поднимать уровень российский. То есть российские СМИ, полномочия по правам человека России, полномочия по правам ребенка России, то есть депутаты, Госдума, президент, короче, туда надо. Ну, на Арафлотской же три года как-то боролись, они же как-то их выместили оттуда. Ну, как-то, конечно, так происходит. Ну, на Арафлотской так же остался вкус, если он и есть. Он тут называется сейчас по-другому. Он так и есть, существует. Существует. У меня вот знакомые, когда ездили, искали туда дедушку, они на Арафлотской их были. Они готовы были его взять в евро месяце. А там внутри тоже двора? Нет, там отдельное здание это. Так там пускай, пожалуйста, едут. А у нас есть? Да, он существует на Арафлотской. Просто они говорят, если вы его сдадите, то туда доступ вам до пятиэтажки, это вообще чудовищная близость. Вы меня простите, это просто чуть, я не знаю. Арафлотской он так и есть. И на самом деле эти квартиры и в цене, и ему что-то оплачивать, и еще что я тебе оплатить должна? Потому что моя машина там на парковке стоит перед домовой, где должна стоять, и что-то провалиться там может. Да. А я еще год назад сказал, что у нас цены на квартиру упадут. Ну, это правда. Кто узнает про это здание, я бы не хотела бы, на самом деле. Что, вот покупая квартиру вместе с разъемом говна, угрозой просадки и сбегающими по ценам. Да, сейчас вот это пройдет по этому, скажут. В этом доме не покупать. Наш дом будет это. Я считаю, что надо как-то говорить. Ну да. Сейчас у нас такая шла пройдет, а и все. Мне очень много угроз в мой адрес ввели. Так мне тоже постоянно поступают? Нет, там просто посерьезнее люди были. Там было ритуальное агентство по совместительству. Это практически… Это один руководитель. Я тебе больше скажу. Это все одни и те же люди, которые и тебе, и мне угрожали. Да, угрожали. Да, угрожали. Ну, слава богу, ничего не сделали. Видимо тогда резонанс был вот это вот. Но тоже боролись и их же закрыли. Им просто невыгодно стало, что по документации, почему то-то-то не предоставляете. Ну давайте видео смотрим. Да нет, ну что вы смотрите, общее видео подготовлено есть. Я считаю, что мы не должны вам встать руки хотя бы как-то. Ну давайте, ну давайте. Ну что, я не знаю еще, что Анатолий. Принимите вы внимание, что у них нет лицензии вот этого. Да. Вот это я знаю. Не знаю, я вообще ничего не знаю. Если честно, я не знаю. А у нас лицензии нельзя ни одному облическому лицу. А как там лицензия отдала здание? Да как отдала все-все, нормально отдали? Как сказала гражданка Комарова? Все в доле. Вот. А, ну да. А, ну да. Вообще, конечно, скинули. Даже в нас этого как видео предоставили, сказали, вы неправильно подали, все нормально. Все нормально. Короче, из девятнадцати приглашенных пришел только один. Один где... Ну видите, я сказал еще три, а ты это сам. Один клиент. Я думал, вообще никто не придет. Но Черников решил проявить высший класс мастерства в оральной мастерстве и, по-моему, он провалился. Да. Сылатся на гражданский кодекс. Да он всех жителей оскорбил. Ребята, они нормативы. Все. Говорил, ну это же надо опять все в бумажке. Да. Все, он закончился? Да. Ну да, никто не пришел. Только один Черников. Да вы что? После СВЖР. Конечно. Он очень спешил, сказал, что ему уже надо ехать. Но после того, как обозвал меня и всех жителей, сказал, вы, говорит, действуйте как гестаповец. После этого он еще полчаса оправдывался и потом убежал. Полчаса он еще задержали. Вот так. Все. Кому, получается, рассылали, они тоже никто не пришли. Нет. Ну вот, смотри, список. Плюс их только один. Ну вам тоже скажу, что ничего не предоставить. Никаких документов не подписанных. То есть опять вот подписочка, что мы там что-то делали. И опять непонятное лицо, которое подтвердит, что они что-то делали. Все, все. Я у них, блядь, лет. И через суды, и через прокуратуру, и через ОМПД. И к ним ходил. И как только меня не пинали. И сниму, и по ногам. Технический паспорт я до сих пор не видел. Оригиналы подписных листов по нашему зданию протоколов общего собрания я до сих пор не видел. Акты выполненных работ я до сих пор не видел. Ни один. А он еще говорит, что здесь подолбили. Подолбили, да. Поэтому здесь вот это вот, конечно, это... Я говорю, господи, этот люк существовал. Никто не знал даже, что он засыпался. Это как? Я там с духом гуляла. Маленький когда был. Но сейчас уже подрос. Что он там по земле спрятан. Ну как минимум пять лет будут спрятаны. Да ну просто он... Я могу доказать пять лет. Поэтому я говорю, как минимум пять лет. Да он у всех двадцать лет. Сколько существует... Представьте, поищите фото старые. Да, не есть. Антон, нету. Фото поищите, посмотрите. Очень поможет. Тут народ говорит, что не только старушки выходят на скамейки, да, из косписа. То есть выпускают. Так еще и какие-то медикаменты на детскую площадку выкидывались. Если где-то такое увидели... Я такого не вижу. Сразу фотографировали, а еще лучше не были. Я почему-то, мне кажется, в самом начале об этом писали в группе. Я не слышал ни разу. Нет. Он... Антон бы быстро обратил... Делал бы сразу этот факт, скриншот и все, и сразу в архив. Он бы обратил, конечно. Да не, мне просто приходит... Это... Бабушка, а у нас что, там больница открылась? Я говорю... Ну хорошо. А с чего ты приемаешь точно? А он говорит... Да там скорая стоит. Потому что это еще и непонятно, что там всплыло. Что он это? Ой, бабушка, ты с заброшки что? Заброшка. Они там лазили, когда она не функционировала. А что, говорит, с заброшки в больницу что-то сделать? Я, брат, с чего решила, что больница, когда они открывались? Еще в том году осенью. Он говорит... Да то скорая приехала. Потом же говорю... Вы не лазите туда. Все там, говорю... Ну да, больница. Ну не будешь же ему говорить, что там? Что там лежит? Да там, может, и не скорая, а труповозка. Ну, он увидел, что, как скорая. Он мне сказал, бабушка. Говорит... Что сделали за заброшки в больницу? Угу. Угу. Угу.